Поздравляю тебя с книгой. Да, спасибо. Ты прошел через это. Но да, это было так, У меня ушло три года от начала до конца. И к тому же для твоего первого альбома в него вложено так много знаний. Как и почти на каждой стадии процесса, я летаю вслепую и просто учусь на ходу. Так, вот оно что, как это называется. Закон Ховстеттера, где все занимает в два раза больше времени, чем вы ожидаете, даже если вы примете этого внимания. Да. Конечно, с публикацией ты такой, о боже мой, сроки для этой вещи безумны, так что это нечто особенное. Это огромное достижение. Книга великолепна. И я рад поделиться ею с тобой, чувак. Да, круто. Спасибо. Спасибо, что пришел сюда сегодня. Я думаю, лучший способ начать, это определить наши условия. Давай поговорим об этом, прежде чем вдаваться в нюансы всего этого, давай просто определим, что такое привычка. Конечно. Есть несколько способов подумать об этом, но я бы сказал просто краткое определение. Привычка — это поведение, которое повторялось достаточно раз, чтобы выполняться более или менее автоматически. Так что ты можешь делать это в значительной степени на автопилоте. Но другой способ подумать об этом, и я думаю, что это полезный способ определить привычку, заключается в том, что по мере того, как ты идешь по жизни, ты сталкиваешься с разными проблемами. И некоторые из этих проблем большие, а некоторые маленькие, например, тебе нужно завязать шнурки на ботинках. И всякий раз, когда ты сталкиваешься с проблемой, твой мозг начинает искать ее решения. И по мере того, как ты сталкиваешься с решениями повторяющихся проблем в жизни, ты начинаешь автоматизировать их. И поэтому каждое утро ты просыпаешься, надеваешь обувь, и у тебя возникает маленькая проблема, которую тебе нужно решить. И довольно скоро после того, как ты завязал шнурки сто, пятьсот или тысячи раз, ты можешь делать это почти не задумываясь. И это еще один способ думать о привычках, это своего рода автоматические решения, к которым мы прибегаем при любых повторяющихся проблемах, с которыми сталкиваемся. Верно поведение, которое становится привычным. Да, знаешь, самое интересное в этом то, что тебе не обязательно иметь одну и ту же привычку, чтобы решить повторяющуюся проблему. Например, если ты каждый день приходишь домой с работы и чувствуешь стресс и усталость, один человек может играть в видеоигры в течение часа, и это способ решить эту проблему. Чтобы у них вошло в привычку делать это, они просто переступают через контроллер, они даже не думают об этом. Другой человек может отправиться на пробежку в течение 20 минут или помедитировать в течение 10 минут, третий человек может выкурить сигарету. И все это просто решение той проблемы, с которой ты столкнулся. И это, я думаю, еще один мощный урок. Твоя первоначальная привычка не обязательно является оптимальной. И как только ты это осознаешь, тогда на тебя как бы ложится ответственность стать немного более осведомленным о том, что это за привычки. А затем подумать о том, можешь ли ты сформировать их или спроектировать. Верно. Значит, привычка — это физическое проявление, это поведение, физическое проявление твоего психологического склада, твоего эмоционального тела и твоего сознательного или бессознательного разума. Верно? Похоже, привычки проистекают из того, что уже заложено внутри нас на каком-то уровне, не так ли? Так что нужно как бы разобрать, что такое привычка, как ее изменить, что такое хорошая привычка, что такое плохая привычка, как перейти от плохого к хорошему. Я бы предположил, что это требует, а ты здесь эксперт, знаешь ли, реального анализа того, как функционирует наш мозг. Ты должен обратиться к психологии, ты должен обратиться к неврологии, ты должен обратиться к науке и понять человеческий механизм в его целостной форме. Я думаю, что это правда. И ты затронул действительно интересный вопрос, на который я хотел ответить или подумать в книге, потому что в книге я излагаю эту четырехотопную модель того, как работают привычки. И причину, по которой существует вторая стадия, все дело в жажде и прогнозировании. Другими словами, как будто ты сталкиваешься с очередью или каким-то контекстом, а затем интерпретируешь это определенным образом. И вот тут-то мы и подходим к тому моменту, который ты только что сделал, а именно к тому, что привычка приходит только после. Привычка — это поведение, которое следует твоему предсказанию или твоей интерпретации того, как ты должен действовать в данном контексте. И ты знаешь, для одного человека они могут рассматривать свой диван как место, где они читают в течение часа каждый вечер. И поэтому их интерпретация этого контекста такова, я должен открыть книгу. Для другого человека они могли бы рассматривать диван как место, где они включают нетфликс в течение часа и съедают миску мороженого. Так что это другая интерпретация одного и того же физического сигнала. И таким образом, привычки как бы следуют за ним, они являются запаздывающей мерой того, как вы предсказываете, что должны реагировать на различные контексты в вашей жизни. Да, мне нравится, как вы описываете это в контексте того, что привычки являются решением проблемы. Они сами по себе не обязательно являются проблемой. Они являются отражением того, что происходит внутри населения. Они являются решением проблемы, в каком бы эмоциональном состоянии мы ни находились. Привычка — это способ адаптации к окружающей среде или решения проблемы. Да, я думаю, что это правильно. Не так ли? Да, это способ решения повторяющейся проблемы. Ты сталкиваешься с ней снова и снова, и очень скоро ты попадаешь в эту ситуацию. Верно. Так много написано об изменении привычек. Ты зайди в любой книжный магазин, конечно же, в аэропортах. Нет недостатка в пособиях по самопомощи о том, как изменить свое поведение, как выработать здоровые, эффективные привычки. И теперь ты как бы входишь в эту сферу с немного другой точки зрения. Так что, может быть, имело бы смысл как бы опросить общепринятое мнение об изменении привычек и, возможно, ваш подобный другой взгляд на то, как мы подходим к этому. Конечно, я имею в виду, я думаю, что в книге есть множество небольших идей, которые, возможно, отличаются или просто немного отличаются от обычных взглядов, но я просто очень быстро рассмотрю некоторые из них. Так что есть много разных полей, на которых я рисую это для книги. И я думаю, что мне нравится называть себя агностиком идей. И я имею в виду, что на самом деле мне все равно, откуда берется хорошая идея, главное, чтобы это была хорошая идея, практичная или полезная. Итак, неврология, биология, психология и так далее. Но самая распространенная область, в которой люди говорят о привычках, это психология. И есть своего рода два больших движения или направления исследований, которые произошли за последние сто лет. Первым была поведенческая психология, и поэтому все началось с классического обусловливания, такого как собаки Павлова и тому подобное. А затем работа Б. Ф. Скиннеры с чем-то вроде подсказки, как будто внутри маленького футляра загорается свет, верно, а затем крыса нажимает на рычаг, и затем они получают гранулы. И таким образом, это своего рода связь гранулы со светом, и таким образом, у вас есть сигнал, а затем реакция, а потом награда. А Скиннер определил это как вознаграждение в ответ на Стиву. Так что как только ты начинаешь связывать сигнал с вознаграждением, они понимают, что могут формировать практически любые действия. А книга Хикса «Сила привычки» как бы популяризировала это, и вернула в центр внимания современности идею подсказки, рутины и награды. Так что это первый вид основной области. Второй — когнитивная психология, и этот вид появился примерно в 50-е и 60-е годы и продолжается до наших дней. Но психологи начали играть с тем, что собрал Скиннер, и поняли, что поведение людей формируется не только сигналом и вознаграждением. Также наши мысли, настроения и эмоции, наши убеждения, своего рода наше внутреннее состояние тоже формируют поведение. И это был вопрос, который вертелся у меня в голове, когда я начал работать над атомарными привычками. Как получилось, что один и тот же человек будет реагировать на один и тот же сигнал по-разному в разное время? Например, если я вхожу на кухню и вижу тарелку с печеньем, это как визуальный сигнал. И в одном случае я могу сказать, «О, они хорошо выглядят, я должен пойти их съесть». Но ты можешь так же легко представить ситуацию, когда я только что закончил ужинать в другой комнате, и я вхожу, и я вижу тарелку с печеньем, и я такой, «Ой, в одном случае я могу сказать, «О, они хорошо выглядят, я должен пойти их съесть». Так что же там происходит? Сигнал тот же, награда та же, почему ты не предпринимаешь тех же действий? И я думаю, что это из-за этого внутреннего процесса. Ты интерпретируешь сигнал по-разному, основываясь на своем текущем состоянии. И поэтому модель, которую я излагаю в книге, состоит из четырех различных этапов, которые она проходит. Она пытается объединить эти две основные области. Это включает в себя сигнал и награду, потому что они важны для формирования нашего поведения, но это также включает в себя дополнительный этап нашей интерпретации награды, потому что ваше внутреннее настроение, состояние и чувства могут меняться, и по мере того, как они меняются, ваше поведение тоже меняется. И поэтому я вроде как хотел модель, которая, как мне казалось, заключала бы в себе все это, и это одно из главных отличий. Верно, значит, ты добавил к этому два шага. Теперь это сигнал, красное желание, отклик и награда. Верно, верно. И это позволяет тебе как бы более глубоко исследовать этот аспект контекстуализации этих сигналов. На самом деле это поднимает две, я думаю, важные вещи. Итак, первое, это контекстуализация очереди, о которой ты только что упомянул. Это позволяет нам понять, почему подсказки заставляют тебя что-то делать. Это из-за того, как ты их интерпретируешь. Если ты считаешь, что подсказка привлекательна, то ты действуешь. Вторая вещь, которую она делает, это помогает прояснить, в чем заключается награда, например, почему что-то приносит пользу, почему ты находишь это полезным. И одна из причин в том, что она удовлетворяет жажду, которая предшествовала действию. Так что один из способов выразить это так. Воспринимаемая ценность мотивирует тебя действовать, реальная ценность мотивирует тебя повторять. Поэтому, когда ты покупаешь что-то на Amazon, на самом деле ты не покупаешь товар. Как будто ты не покупаешь книгу, потому что на самом деле у тебя ее еще нет. То, что ты покупаешь, это образ, который продукт создает в твоем сознании. Ты покупаешь свои ожидания или воспринимаемую ценность страницы продаж. Это происходит только после того, как ты получаешь книгу, читаешь ее и думаешь, «О, это действительно хорошо», вот тогда появляется реальная ценность. Она удовлетворяет ту жажду, которая была у тебя раньше, и это усиливает, «Ой, это было приятно, я должен повторить это в следующий раз». Значит, у тебя как бы есть и то, и другое с каждой стороны поведения. Тяга, как правило, проистекает из очень примитивных инстинктивных инстинктов мозга рептилий, которые есть у нас. Как правило. И они функционируют на бессознательном уровне почти у каждого. Когда ты занимаешься серфингом на Amazon и нажимаешь «Купить что-то», как ты сказал, это не обязательно обусловлено интересом к этому продукту, продвигающему тебя по твоей траектории. Скорее всего, это потому, что ты чувствуешь себя некомфортно в этот момент. И прилив дофамина, вызванный покупкой этой вещи, заставит тебя почувствовать себя лучше, изменит твое эмоциональное состояние и даст тебе некоторое чувство комфорта, обусловленное твоим гормональным состоянием. Не так ли? И это восходит к тому, что ты знаешь. Ты говоришь об этом в книге и в написании, которое ты делаешь, типа «Мы хотим, чтобы люди любили нас». Мы хотим, чтобы другие воспринимали нас хорошо, или мы думаем, что эти материальные вещи, знаете ли, удовлетворят то духовное целое, которое у нас есть. Нашу эмоциональную потребность. И все эти драйверы функционируют на том уровне, на котором мы на самом деле не осознаем, как они влияют на наше поведение и привычки в течение дня. Так как же ты думаешь об этих вещах? В каком-то смысле можно сказать, что каждое поведение продиктовано желанием изменить состояние. И поэтому, когда ты куришь сигарету, или съедаешь пакетик Доритос, или берешь в руки телефон, то, чего ты действительно хочешь, это не никотин, не калории от Доритос и не лайки в социальных сетях. Чего ты хочешь, так это чувствовать меньше беспокойства, или чувствовать одобрение, или больше не скучать. Так что на самом деле желание изменить то состояние, в котором ты находишься, мотивирует тебя действовать и вести себя. И во многих случаях, многие наши современные технологии являются примером этого. Ты этого не делал, мы не эволюционировали, ты не вышел из утробы матери с таким желанием проверить Инстаграм, верно? Как будто там нет ничего эволюционно заложенного. Это просто современное проявление древнего желания заслужить уважение и одобрение, или не быть покинутым племенем, или чувствовать себя одобренным, и ты знаешь в каком-то качестве. И таким образом, у нас есть что-то вроде более глубоких первичных побуждений, а затем вторичный слой поверхности. Это просто современное проявление этого поведения и то, как мы решаем его в данный момент. Да, это действительно интересно, тем больше это похоже на предмет, который так важен, потому что привычки, из которых состоит то, как мы ведем себя и ориентируемся в течение дня, определяют весь наш опыт как человеческого существа. Они не только определяют, будем ли мы, цитирую без кавычек, успешными или неудачниками, они буквально диктуют каждый аспект нашего человеческого опыта. Так что на каком-то уровне, похоже, нет предмета важнее, чем действительно понимание того, как работает поведение. Так что я аплодирую тебе за то, что ты взялся за такую монументальную тему. Это нелегко понять. Но я также думаю, что это то, о чем мы можем легко пасть жертвой интеллектуализации и почувствовать себя так. Хорошо, я понимаю это, но все же мы все равно оказываемся неспособными реально внедрить знания в изменение поведения, о котором вы пытаетесь как бы говорить и побуждать людей. Да, так что, во-первых, я полностью согласен, что выбрать тему было невероятно сложно, особенно для моей первой книги. В итоге я пришел к выводу, что мое решение состояло в том, чтобы просто постараться работать над этим усерднее. Там была цитата из Элейн Де Баттон, которая стала моей мантрой, когда я работал над ней, где он говорит, что из многих книг читатель думает, что это могла бы быть действительно замечательной, если бы только автор был готов страдать немного больше. А я такой, все в порядке. Это моя жизненная мантра. Наверное, мне просто нужно еще немного пострадать. Да. Но да, в итоге я написал, по-моему, 720-750 страниц, а затем сократил их до последних 250, потому что это просто привело к тому, что масштабы изменения поведения и человеческого поведения настолько широки, что вы все равно знаете. Я чувствовал, что мне нужно изучить все основы, а затем выяснить, какие шаги можно предпринять. А твоя точка зрения заключается в том, что легко просто теоретизировать или как бы зациклиться на этом, вместо того, чтобы переводить это во что-то действенное. Я думаю, что это очень важно, и я горжусь тем, что пишу, это то, что я стараюсь быть научно обоснованным, но в то же время очень действенным. И это была идея, лежащая в основе четырех законов изменения поведения, которые описаны в книге, потому что я хотел дать людям что-то вроде набора рычагов или набора инструментов, которые хорошо вот четыре рычага, на которые вы можете нажать, чтобы попытаться облегчить или усложнить вредные привычки. Да, и я хочу вникнуть в эти четыре закона. Но прежде чем мы это сделаем, почему бы нам этого не сделать? Мне интересно, с чего ты вообще заинтересовался этим предметом. Я нахожу, что большинство людей, которые идут по этому пути, становясь одержимыми определенным предметом или идеей, как правило, являются людьми, которые пытаются решить это уравнение для себя. Так это и есть часть влияния? В каком-то смысле, каждая статья, которую я написал, и эта книга — просто напоминание самому себе. Мой издатель сказал мне, что в этом есть что-то вроде того, что мы сами пишем книги, которые нам нужны. И это забавно, потому что, знаешь, когда я пишу о привычках, многие люди предполагают, что у меня есть свои привычки, потому что я тот парень, который пишет об этом. Верно, но я пишу об этом, чтобы узнать побольше. Я пишу об этом, чтобы попытаться улучшить. Я считаю своих читателей себя равными себе, верно? Мы все просто экспериментируем, работаем и работаем над чем-то. И разница лишь в том, что я просто делюсь уроками, когда я их усваиваю. У меня определенно было внутреннее желание к этому. И потом в моей жизни было множество областей, где мне приходилось это реализовывать. Легкая атлетика, фотография, писательство и, конечно же, создание бизнеса. И все это было для меня чем-то вроде тестовых лабораторий, где я мог применить свои идеи на практике. Верно, но зачем сосредотачиваться на этом? На привычках? Да. Я думаю, что это немного напоминает то, что ты только что упомянул несколько минут назад о том, насколько важны привычки. Я сначала этого не знал. Итак, я много лет играл в бейсбол, и как может сказать тебе любой спортсмен, на тренировках у тебя есть всевозможные привычки, ритуалы и тому подобное. И я извлек из этого пользу. Мой тренер по силовой подготовке сказал бы мне что-то сделать, или мои тренеры привлекли бы меня к ответственности за определенные привычки. И это помогло бы привести всю оставшуюся жизнь в соответствие. Я всегда лучше учился в школе, когда занимался спортом. Это дало бы мне что-то, чтобы закрепить мой день. И поэтому я знал, что это работает. Но у меня не было для этого языка. И так продолжалось примерно пять лет после того, как моя карьера закончилась. И я окончил аспирантуру, и мне захотелось немного больше вникать в эти вещи. Я начал сталкиваться с наукой о формировании привычек и изменении поведения, разработал для нее язык и начал писать об этом. Так что я как бы неявно знал, что это важно, но обнаружил, что на самом деле об этом нужно писать только позже. Теперь вторая вещь здесь, однако, заключается в том, что я, по мере того, как я больше углублялся в тему, мне стало нравиться раскапывать эти слои и понимать «вау». Это на самом деле даже важнее, чем я думаю. И это возвращается к тому, что ты сказал несколько минут назад, а именно, привычки это. Одна из фраз, которую я хотел бы использовать, заключается в том, что практически любые результаты в твоей жизни являются запаздывающим показателем твоих привычек, верно? Таким образом, твой вес — это запаздывающий показатель твоих привычек в еде, твой банковский счет — это запаздывающий показатель твоих финансовых привычек, твой беспорядок — это запаздывающий показатель твоих привычек уборки. Как будто результаты — это всего лишь проявление поведения, которое им предшествовало. Верно. Так что ты как бы получаешь то, что повторяешь таким образом. Что же, в этом есть смысл. Люди понимают, что это важно. Так вот одна из причин, по которой привычки имеют решающее значение. Но есть еще одна вещь, которую делают привычки, которая еще более важна, еще более важна. И это то, что твои привычки, это способ, которым ты воплощаешь определенную индивидуальность. Поэтому каждое утро, когда ты заправляешь свою постель, ты воплощаешь привычки, ты воплощаешь индивидуальность организованного человека, того, кто чистоплотен. Каждый раз, когда ты идешь в спортзал, ты воплощаешь индивидуальность того, кто в хорошей форме. Каждый раз, когда ты садишься писать предложение или страницу, ты воплощаешь индивидуальность того, кто является писателем. И в этом смысле привычки подобны тому, что каждое твое действие, это своего рода голосование за тот тип человека, которым ты себя считаешь. И по мере того, как ты совершаешь эти действия, ты накапливаешь доказательства определенной идентичности, и довольно скоро твоим убеждением есть на чем укорениться. Это похоже на то, что я хожу в спортзал 4 дня в неделю в течение последних трех месяцев. Наверное, я из тех людей, которые не пропускают тренировок. И это, я думаю, истинная причина, по которой привычки так важны. Как только я понял, как связаны убеждения и поведение, что это похоже на улицу с двусторонним движением, тогда я начал думать, хорошо, может быть это действительно что-то. Это дает не только внешние результаты, чистую комнату, или знаете ли, больший банковский счет, но и внутренние результаты формирования вашего представления о себе и о том, во что вы верите. Верно. Так что давай углубимся в эти четыре закона. У тебя есть, мы просто разберем их на части. Хорошо, и так, я уже намекал на этот процесс, но четыре стадии, через которые проходит любая привычка, сигнал, тяга, реакция, награда. И так, есть какой-то сигнал или исходные данные, которые привлекают твое внимание, затем ты каким-то образом предсказываешь или интерпретируешь эти данные, что мотивирует тебя действовать, принимать ответные меры, а затем каким-то образом это поведение приносит тебе пользу или не приносит. И это то, что заставляет тебя замкнуть цикл обратной связи, обновить свой прогноз на следующий раз и решить, хочешь ли ты продолжать в том же духе. Хотя я бы предположил, что в этом есть предостережение. Ты говоришь, что это либо приносит тебе пользу, либо нет. Но разве нет аргументов в пользу того, что это приносит тебе какую-то пользу, может быть не в лучшую сторону, но ты что-то получаешь от этого. Например, если у тебя есть вредная привычка, какое-то плохое поведение, и все говорят тебе, что ты должен прекратить это делать, ты получаешь от этого какой-то положительный результат. Даже если это извращенно или нездорово, внутри тебя есть что-то, что заставляет тебя действовать таким образом, потому что ты получаешь от этого что-то. Верно. Так что это очень важный момент. Да, маскирует ли это какую-то боль, или что бы это ни было, за этим стоит какая-то причина. Все формы поведения, те, которые повторяются, каким-то образом служат нам. Я думаю, мы бы сказали, что все привычки каким-то образом служат тебе. И один из способов подумать об этом состоит в том, что каждое поведение приводит к множеству результатов с течением времени. Так что если ты примешь вредную привычку или нездоровую привычку, например, съешь пончик или что-то в этом роде, немедленный результат будет благоприятным. Это сладко, это вкусно, это приятно в данный момент, вот как это служит тебе. Вот почему ты повторяешь это. Конечный результат, если ты будешь повторять это каждый день в течение следующих трех месяцев или года или чего-то еще, будет заключаться в том, что ты в конечном итоге наберешь вес. Или станешь менее здоровым, или так далее. Для хороших привычек часто бывает наоборот, не так ли? Как иногда бывает, польза от посещения спортзала в глазах многих людей заключается в том, что непосредственный результат неблагоприятен. Потей я должен работать, это требует усилий, это тяжело, мне нужно чем-то жертвовать, я не могу смотреть телевизор, вместо этого я должен пойти туда. Так что немедленный результат неблагоприятен. Конечный результат, если ты будешь повторять эту привычку в течение двух месяцев, года или чего-то еще, будет заключаться в том, что ты здоров и здоров. И это одна из ключевых задач формирования хороших привычек и отказа от плохих. Найти способы учесть долгосрочные последствия ваших хороших или вредных привычек и перенести их в настоящий момент. Значит, ты чувствуешь немного боли прямо сейчас, чтобы она принесла тебе меньше пользы, и получи долгосрочные выгоды от своих хороших привычек. И перенеси их в настоящий момент, чтобы чувствовать себя хорошо. Это одна из причин, почему ты знаешь, как здорово выбирать, например, какую форму упражнений лучше всего выполнять. Может быть, это та, которая тебе нравится, потому что если в данный момент тебе хорошо, то сейчас она служит тебе, и у тебя есть причина повторить ее. Да, люди не устроены так, чтобы ставить во главу угла долгосрочное вознаграждение, а не сиюминутное удовлетворение. И именно поэтому изменить привычки в интересах того, чтобы вывести вас на долгосрочную позитивную траекторию, гораздо сложнее, чем отказаться от сиюминутного удовлетворения, которое сбивает вас с пути истинного. И интеллектуализация этого на самом деле не помогает. Не похоже, чтобы все, кто курит, знали, что это вредно для них. Да, но они не могут остановиться, хотя долгосрочные выгоды от прекращения очевидны и неоспоримы. По какой-то причине нам не хватает способности использовать эту мотивацию для осуществления этого изменения поведения. Так что я думаю, что это хороший способ определить, что такое хорошая привычка и что такое плохая привычка, это вредные привычки, подумайте об этом в долгосрочной перспективе. Хорошие привычки служат тебе в долгосрочной перспективе, плохие нет, даже если они служат тебе в данный момент. Извини, что прерываю тебя, но можно ли привести доводы в пользу того, что нам было бы выгодно полностью отказаться от суждения привычков? И как бы избежать классификации их как хороших или плохих и просто сказать «это поведение». Они служат тебе определенным образом. Давай уберем из этого всю страсть и эмоции и посмотрим на это просто с точки зрения криминалиста. Было бы это хорошим способом помочь людям, я не знаю, перейти от одного к другому. Ты смотрел на это? Я так думаю, и отчасти причина в том, что для того, чтобы изменить поведение, спроектировать его каким-либо значимым образом, вам нужно сначала осознать это. Но обычно, когда люди осознают свои привычки или думают о них, ты знаешь, что можешь курить, или грызть ногти, или что-то в этом роде на автопилоте. Но потом, если ты начинаешь думать об этом хорошо, ты чувствуешь себя виноватым из-за этого, ты знаешь, ты начинаешь судить себя. Как только ты начинаешь судить себя, ты не в лучшем положении, чтобы измениться, потому что то, что в конечном итоге происходит часто, на самом деле произошло с парой компаний, которые пытались напугать курильщиков, чтобы они не курили, показывая им фотографии почерневших легких, или пугая людей с ожирением мальчика. Я хочу, чтобы ты перестал есть так много, говоря о вреде избыточного веса. Что происходит так, это то, что люди действительно беспокоятся и испытывают стресс, они чувствуют себя виноватыми и обеспокоенными, а затем прибегают к помощи. Усиливайся. Они прибегают к своей любимой привычке, чтобы справиться с этим, а это значит, что в конечном итоге они больше курят, больше едят или что-то в этом роде. Так что да, я думаю, есть польза в том, чтобы смотреть на это бесстрастно, с точки зрения криминалиста. И один из способов сделать это, сказать, что у вас нет хороших или плохих привычек. Есть просто модели поведения, которые служат вам определенным образом, и цель состоит в том, чтобы попытаться найти поведение, которое служит вам лучше. И я все еще использую термины «хорошо» и «плохо», потому что я думаю, что большинство людей неявно знают, о чем мы говорим, когда мы так говорим. И мы используем это в повседневной беседе. Но с практической точки зрения, это просто усилие и энергия, потраченные на осуждение себя и чувство вины за что-то, потраченные не зря или непродуктивно. И поэтому, если это способ, который помогает людям преодолеть это, то я думаю, что это полезно. Да. Также, безусловно, существует иерархия привычек, чего я часто вижу. И мне интересен твой опыт работы со столькими людьми над этим. Люди оттачивают мастерство, сосредотачиваются на поведении или привычке, которые они хотят изменить. Но они как бы определяют неправильное. Например, если твоя цель сбросить 10 фунтов или поведение, которое ты хочешь изменить, привычка, которую ты хочешь изменить, это переход от сидячего образа жизни к бегу, например. Ты собираешься пробежать свои первые 5 километров. Ты поставил перед собой эту цель. Но у тебя менталитет жертвы, и ты думаешь, что мир против тебя, и во всем плохом в твоей жизни виноват кто-то другой. И ты не обращаешься и не исправляешь привычки, которые подпитывают эту идентичность. Ты можешь пробежать столько 5 километров или марафонов сколько захочешь, но в конечном счете ты-то направляешь свою энергию не в то русло. Верно, да. Энергия сосредоточена вот на чем. На том, что дает последние 2% разницы, а не на том, что дает 95% разницы. Правильно, ты видишь это в самых разных местах. Я имею в виду, что пример, который ты только что привел, хороший, но просто возьми кого-нибудь, кто пытается привести себя в форму. Люди спросят, какой протеиновый порошок мне купить, какие рукава до колен мне нужны, какая самая лучшая обувь для тяжелой атлетики. И все это похоже на последние 2% разницы, которая в основном сводится к тому, чтобы не пропускать тренировки и делать свои повторения. Да, но в конечном счете, я думаю, что эти люди даже не очень заинтересованы в ответе. Они просто застряли в аналитическом параличе. Как будто они хотят изменить свое поведение, но они хотят получить ответы на все эти вопросы, и они хотят точно знать, что они делают, прежде чем они даже пойдут гулять. Верно? Как насколько же сильно они на самом деле хотят изменить это поведение? Они заигрывают с идеей изменения поведения, но в конечном счете они еще не достигли того уровня, когда готовы взять на себя какие-либо обязательства. И это заставляет их чувствовать, что они что-то делают, в то время как на самом деле они просто усиливают этот паралич. Это то, что в книге я называю разницей между движением и действием. Действие действительно может привести к результату, но движение связано с этим, но никогда не будет. Знаешь, это как пойти в спортзал и поговорить с личным тренером о том, чтобы записаться, это нормально, это связано с тем, чтобы привести себя в форму. Но не имеет значения, сколько раз ты разговариваешь с личным тренером, ты никогда не придешь в форму. В то время как, например, сделать 10 приседаний, это действительно может что-то сделать. Это как разговаривать с движением тренера, выполнение приседаний, это действие. Да. И да, я думаю, что часто люди попадают в ловушку движения, они попадают в ловушку паралича анализа. Потому что это способ почувствовать, что ты добиваешься прогресса, не рискуя потерпеть неудачу. Верно, и это еще сложнее и тоньше, потому что пойти и поговорить с тренером – важный шаг, если ты никогда раньше не делал ничего подобного. Да, и это самое сложное. Это не значит, что ты не должен этого делать. Просто это не единственное, что ты должен делать. Верно. Если дело в этом, если это не создаст импульса для того, чтобы сделать дополнительный шаг и привести в движение последовательный поток повторяющихся действий с течением времени, тогда. Вот почему я думаю, что идентичность – это такая важная проблема с привычками, заключается в том, что истинное изменение поведения – это действительно изменение идентичности. Потому что на самом деле вы не стремитесь перейти от типа человека, который не бегает, к типу человека, который может пробежать пять километров. Это нормально, это хорошо, это вот и результат. Но цель не в том, чтобы пробежать марафон, цель в том, чтобы стать бегуном. Цель не в том, чтобы написать книгу, цель в том, чтобы стать писателем. И как только ты идентифицируешь себя с этим типом человека, в каком-то смысле ты даже больше не стремишься изменить поведение. Ты просто действуешь в соответствии с тем типом человека, которым ты уже считаешь себя. Верно. Можно сказать только одно – я хочу этого. Совсем другое – сказать, что я такой. Да, ты много пишешь об этом, и мы можем подробно остановиться на целях и важности постановки целей или их отсутствии. Но в конечном счете, то, что действительно двигает иглу, это принятие решения о человеке, которым ты хочешь быть. И начало строить свою жизнь таким образом, чтобы укрепить ту идентичность, которую ты идеализируешь в себе. Так что речь идет не столько о финишной черте, сколько о процессе и путешествии. Я думаю, это правильно. Ты знаешь, как будто ты-то, что я говорил ранее о том, как привычки – это метод воплощения определенной индивидуальности. Это действительно то, что мы хотим здесь сделать. Как мне стать тем типом человека, который воплощает это каждый день? Как мне стать тем типом человека, который не пропускает тренировки? И это еще одна причина, по которой мне нравятся маленькие привычки, потому что если у тебя действительно напряженный день, и все, что ты можешь сделать – это пять отжиманий, если ты ориентирован на результат. На результат от этого легко отмахнуться. Это похоже на то, ну зачем мне вообще утруждать себя тем, чтобы сделать пять отжиманий? Это не приведет меня в форму. Но иногда дело не в результате тренировки. Иногда речь идет о том, чтобы укрепить себя в том, чтобы быть таким человеком. Ты знаешь, типа да, жизнь была сумасшедшая, и сегодня было действительно много работы, и лучшее, что я мог сделать – это сделать пять отжиманий. Но я все еще из тех людей, которые не пропускают тренировки, даже если это не идеально. Верно. И в долгосрочной перспективе это может иметь большое значение, и это своего рода извращенная особенность маленьких привычек, которая заключается в том, что даже если они маленькие, они все равно могут быть значимы. И если они имеют смысл, то они на самом деле большие. Да, и это действительно лежит в основе всего этого, а именно, каждое великое достижение в конечном счете связано с маленькими привычками. И в этой культуре, в которой мы живем, все сводится к тому, чтобы полететь на Луну, ставить перед собой огромные цели, быть смелым, находить кратчайший путь, и все такое. Но каждый успешный человек скажет тебе, что речь идет о крошечных, незаметных, несексуальных вещах, которые они делают каждый Божий день, и делают в течение последних 10 или 20 лет, которые привели их оттуда, откуда они пришли, туда, где каждый стремится быть, он... Самое безумное, что привычки — это привычки, привычки — это как бы основа мастерства в любой области. И часто именно люди, которые находятся на пике мастерства в какой-то определенной области, обладают лучшими привычками, у которых большинство вещей автоматизировано и внедрено. Ты знаешь, представь себе, я всегда думаю об истории Джоша Вайтскина, который написал «Искусство обучения», и о том, как он привел пример того, как он делает толчок руками. Это боевое искусство. И когда я думаю о том, чтобы сделать что-то подобное, я думаю, хорошо, я буду бороться с этим человеком, я полностью поглощен борцовской составляющей. Но он практиковал это так много раз, и знал все движения так хорошо, что смог больше. И когда я думаю о том, чтобы сделать что-то подобное, я думаю, хорошо, я буду бороться с этим человеком, я полностью поглощен борцовской составляющей мальчик, сказал он. Или менее того, поставь эту часть на автопилот, и он просто сосредоточится на глазах своего противника, и когда они будут готовы моргнуть, он сделает свой бросок. И это было похоже на то, как он нашел свое преимущество. Для кого-то вроде меня, кто этого не делал, звучит безумно, что ты вообще мог бы достичь такого уровня. Но суть в том, что для того, чтобы овладеть какой-либо областью, он уже привык ко всему остальному. Он знает, как выполнять броски на автопилоте, он знает, где должны быть его ноги на автопилоте, он знает, куда следует перенести свой вес, и поскольку все это привычно. У него на самом деле есть доступные умственные способности, чтобы сосредоточиться на том, что имеет решающее значение на самом высоком уровне. Уровень. Да, и я думаю, что это справедливо для любого. Подумай обо всем, что Леброн может делать на автопилоте. Я имею в виду, что ему не нужно думать о стрельбе, дриблинге, о том, где он находится на порте, как будто все это просто усвоено на данный момент. И он может думать о нападении, или о том, что произошло три владения назад, что он сделал, чтобы настроить их на то, что он собирает сядь, что нужно делать прямо сейчас. Но большинство баскетболистов даже не находятся на этом уровне, потому что они не привыкли к этому. Ты видел документальный фильм «Свободное соло» или ты его видел? Да. Да. Хорошо, хорошо. Так что для слушающих людей, которые еще не видели его, тебе следует немедленно выйти и посмотреть его. Это Алекс Ханнольд, бесплатный сольный лкап. И даже если ты думаешь, что знаешь историю, я уверяю тебя, что этот фильм оставит у тебя потные ладони и снесет крышу. Чувак, эти документальные фильмы о скалолазании безумия. Но это уже следующий уровень. И это говорит само за себя. Причина, по которой я поднимаю этот вопрос, заключается в том, что он напрямую говорит о том, о чем ты говоришь, а это уровень процесса и мастерства, который редко встречается даже на самых высоких уровнях. И ты думаешь об Алексе как о мастере, но когда ты действительно начинаешь понимать уровень сосредоточенности и целеустремленности, а также количество лет, потраченных на это достижение, ты понимаешь это на совершенно другом уровне. А ты говоришь об автоматизации. Ты видишь, когда он взбирается на эту стену, он знает каждый прием, каждый маневр, каждый шаг. И на самом деле на всей стене есть всего три или четыре проблемных зоны, над которыми ему действительно пришлось удвоить усилия, чтобы все заработало. А все остальное было так написано для него. И если ты спросишь его, ему не обязательно это делать. Он не интеллектуализирует это. Это настолько встроено в то, кто он есть, что выполнение восхождения на эту стену, это просто отражение целой жизни подготовки и сосредоточенности, которые последовали за этим успехом, когда он вернулся к своему фургону и делал подтягивания. Вы знаете, потому что он кто-то, вот кто он. Это его личность. Дело было не в том, да. У него была эта цель, и цель была дерзкой, и он добился успеха в достижении этой цели, но он добился успеха в этом стремлении, потому что это то, кто он есть, по сути своей. Я помню, как слышал историю о Брете Фавре в конце его карьеры, и там была особая схема пересечения, этот парень бежал по полю. И после игры у полузащитника брали интервью, который защищался от паса. И он был похож на 999 раз из 1000 каждый раз, когда эта игра мальчик, основываясь на моем позиционировании, пас будет проходить перед полузащитником. И поэтому он увидел игру, прочитал ее, и вскочил, чтобы перехватить пас. И фаворит каким-то образом неявно заметил все это, и бросил его за спину, и ударил по приемнику, и в итоге они получили первое место. Мальчик в этой большой игре. Верно, и это происходит в микропространстве. Да, все это для обычного человека таково, что ты стоял бы там посреди пьесы, и это выглядело бы просто хаосом. Все так быстро двигаются. И подобные истории, и как Алекс, и другие, которые рассказывали, это единственный способ, которым вы можете достичь такого уровня. Единственный способ, которым он мог даже заметить это, это потому, что все остальное в этой пьесе уже было на автопилоте. Он прогонял его так много раз, что мог видеть единственное, что отличалось, и вносить коррективы на лету. И эти истории, конечно, невероятно и вдохновляют. Но они также заставляют меня осознать, что я не знаю многих людей, которые полностью понимают, что нужно, чтобы быть на вершине в такой области. Ты должен буквально прожить это, чтобы усвоить все это. Я имею в виду, что чем выше ты поднимаешься по кривой, тем меньше запаса воздуха, и тебе нужно работать. Я имею в виду, олимпийцы будут работать в течение четырех лет, чтобы сбрить две сотых второго места. И это еще не все, у тебя должен быть такой уровень самоотдачи, потому что когда ты играешь против лучших в мире, разница очень мала. И да, в любом случае, я думаю, что привычки играют в этом центральную роль. Я думаю, что это так, они имеют решающее значение, потому что чем больше ты сможешь привыкнуть, тем больше ты освободишь свой разум, чтобы сосредоточиться на вещах, которые могли бы что-то изменить. Так что давай поговорим об изменении привычек. Мы пытались начать с этих четырех законов, но еще даже не дошли до этого. Так что давай разберем их по частям. Окей, итак, есть четыре закона изменения поведения. Сделай это очевидным, так что это примерно то, что нужно. Сделай это привлекательным, это примерно то, что нужно. Сделай это легко, это и есть реакция, а затем сделай это удовлетворяющим, что и есть награда. И все это для того, чтобы усвоить, цитирую без кавычек, хорошую привычку. Правильно. А затем ты можешь инвертировать каждую из этих четырех за отказ от вредной привычки. И так, что касается вредных привычек, ты хочешь сделать это невидимым. Ты хочешь сделать сигнал невидимым, сделать его непривлекательным, сделать его трудным и сделать его неудовлетворительным. И опять же, это как набор инструментов для размышления о том, что мы можем практически делать ежедневно для формирования хороших привычек и отказа от плохих. Это так очевидно. Так что один из способов подумать об этом, использовать стратегию, которую я называю дизайном окружающей среды. И идея состоит в том, чтобы просто перестроить свое физическое окружение так, чтобы сигналы о ваших хороших привычках были очевидны, а сигналы о ваших вредных привычках невидимы. Так что позволь мне привести тебе пример и того и другого. Это два личных примера. Итак, я, во-первых, понял, что большую часть своей жизни я чистил зубы два раза в день, но я бы не стал постоянно пользоваться зубной нитью. И когда я посмотрел на эту привычку, то увидел две проблемы. И одна из проблем заключалась в том, что зубная нить была просто спрятана в ящике стола в ванной. Я бы ее не увидел. И поэтому, поскольку это было неочевидно, иногда я просто забывал. Вторая вещь звучит немного глупо, но мне не нравилось ощущение наматывания зубной нити на пальцы. Это было просто неудобно. И так или иначе, я достал зубную нить из ящика, купил маленькую миску, достал несколько готовых зубных нитей, положил их в миску и поставил прямо рядом с моей зубной щеткой. А теперь я чищу зубы, кладу зубную щетку, беру зубную нить, делаю это прямо сейчас, это очевидно. И это почти все, что мне нужно было сделать, чтобы выработать эту привычку. Я занимаюсь этим уже не знаю пять лет, и мне действительно не приходилось об этом думать. Я думаю, это самое главное. Есть много людей, в том числе мой друг Дэн Батни, которые не обладают большой уверенностью и верой в способность одного человека осуществить позитивные изменения в поведении с помощью устойчивого развития. Результаты. Долгосрочные результаты. Просто именно поэтому существует так много книг по самопомощи. Люди борются с лишним весом и физической подготовкой, и вы называете это профессией, как и все эти вещи. Это так тяжело. Но лучший способ кардинально решить эти проблемы – изменить свое окружение так, чтобы оно способствовало здоровому выбору. Так что будь то чистка зубов зубной нитью, или переосмысление того, что такое городской ландшафт. Это стимулирует людей ездить на велосипедах, а не водить машины и не пить газированные напитки, а пить воду, как структурные системные изменения в нашей окружающей среде, которые делают здоровый выбор, продуктивный выбор, а не только очевидный выбор. Но в некоторых случаях это единственный выбор или выбор, который всегда находится на расстоянии вытянутой руки. И это связано с искоренением нездорового выбора, удалением тех, кто находится вне досягаемости вытянутой руки, чтобы к ним стало труднее получить доступ. Да, это огромно. Я имею в виду, представь себе влияние жизни в окружающей среде или работы в среде, где есть сотни подобных мелочей, которые как бы подталкивают тебя в правильном направлении или уводят от неправильного направления. Вот еще один пример того, как избавиться от вредной привычки. Опять же, здесь ты просто инвертируешь ее, а не делаешь очевидной, делаешь невидимой. Я заметил, что если я куплю упаковку пива из шести банок и положу ее в переднюю часть холодильника, либо в дверцу, либо прямо на переднюю полку, я открою ее и буду пить по одной каждый вечер просто потому, что она там. Но если я возьму его и положу в заднюю часть холодильника, например, на самую нижнюю полку, где я не смогу его разглядеть, когда открою дверцу. Иногда он простоит там около месяца. Итак, это интересно. Я такой, хочу я пива или нет? Потому что в каком-то смысле я хочу, но только в том случае, если мне это действительно преподнесут. Ты отодвинул это примерно на 5 дюймов. Правда, серьезно? Это, наверное, да, это было, наверное, дюймов 12 назад. Я мог бы сказать тебе, как выздоравливающий алкоголик в те дни, когда я пил, это не было бы для меня препятствием. Мне пришлось бы пойти на более крайние меры. Продолжай. Это на самом деле поднимает хороший вопрос, который заключается в том, что многие из этих стратегий, о которых я рассказываю в книге, очень эффективны для хороших привычек и вредных привычек. Хотя мы только что договорились не использовать этот термин, но не обязательно для истинных зависимостей. Да, и это то, чем я хотел бы по-настоящему заняться с тобой. В чем разница, качественная разница между цитатой без кавычек, вредной привычкой и чем-то, что можно было бы квалифицировать как зависимость? Я думаю, что эта грань размывается. И, конечно же, это спектр. Но я думаю, что есть совсем другой подход, который нужно использовать, когда кто-то действительно становится жертвой аддиктивных моделей поведения, по сравнению с тем, что просто привыкает. Да, так что мы вернемся к четырем законам изменения поведения. К концу этой главы мы пройдемся по ним. Итак, техническое определение зависимости. И, кстати, я не считаю себя экспертом по зависимости. Это поведение, которое вы продолжаете повторять, несмотря на негативные последствия. Итак, ты знаешь, что это плохо для тебя. Ты знаешь, что это тебе не на пользу, но ты все равно не можешь остановить себя от этого. И я согласен с этим, это вероятно в спектре, так что ты знаешь, что на одной стороне спектра у тебя есть поведение, которое ты совершаешь только один раз. А затем, чем больше ты его повторяешь, ты как бы смещаешься вниз, а затем в какой-то момент, возможно, ты переступаешь этот порог и попадаешь в эту привычку. А потом, если ты пойдешь еще дальше, у тебя будет поведение, которое ты продолжаешь повторять снова и снова, но ты не учишься на нем, и мы назовем это зависимостью. И это похоже на то, что петля обратной связи нарушена, ты проходишь через сигнал, у тебя есть страстное желание, ты получаешь ответ. Но тогда вместо награды, вместо того, чтобы она каким-то образом служит тебе, на самом деле все, что она делает, это просто утоляет жажду. Но это это нехорошо на всю оставшуюся жизнь. Петля обратной связи не обязательно нарушена. Просто это не имеет значения. Страстное желание. Человек, который зависим, как правило, таков. Опять же, есть и отрицание как спектр. Но на каком-то уровне, сознательном или бессознательном, он осознает, что разрушает свою жизнь. Но это просто не имеет значения. Они все равно будут идти по этому пути разрушения, куда бы он их не привел. И я могу просто сказать тебе по своему личному опыту, как человек, который всегда гордился тем, что обладает большой способностью переносить работу, кто-то, у кого есть запас своеволия, кто добился успеха во многих отношениях благодаря сильной трудовой этике, я был сбит с толку и поставлен в тупик. Я снова и снова поражаюсь своей неспособностью использовать эти навыки, которые, как я думал, были моим секретным оружием в решении этой проблемы. И чем больше я применял своеволие и решительность, способность принимать решения, свою способность посвятить себя достижению цели, тем глубже это становилось. Как будто мне пришлось полностью перевернуть то, как я видел мир, и прийти к этому месту не только принятие и взрушение этой завесы отрицания, но и капитуляции. Как будто понимание того, что я бессилен перед этой вещью, действительно было первой основой для того, чтобы попытаться найти новую траекторию движения вперед. И это очень нелогично и странно. И это не имеет смысла для большинства людей, если ты не прошел через этот процесс. Это похоже на отпускание, а не на какую-то мотивированную готовность бороться с этим. Так что это было похоже на то, что ты мог применить решимость и выдержку в любой другой области. В любой другой области моей жизни я добивался успеха, используя эти навыки. Но по какой-то причине и в этом случае, да, от этого становилось все хуже и хуже, хуже и хуже. Да, это так. И это все больше и больше изолировало меня от всех остальных, потому что я думал, что смогу решить эту проблему. Мне не нужна помощь. Я собираюсь это сделать. Все эти другие сферы моей жизни сработали, когда я использую эту стратегию. Нет никаких причин, по которым эта стратегия не сработает здесь, и это просто уничтожило меня. Я имею в виду, очевидно, что зависимость — это очень сложно, и я этого не знаю. Поэтому я просто провел различия между стратегиями в книге, которые, по моему мнению, действительно хороши для вредных привычек, не обязательно для зависимости. Хотя я и не думаю, что было бы больно использовать эти стратегии для лечения зависимости, но я не знаю, будет ли это похоже на маленькое волшебство. Мы решаем проблему. Это может помочь как минимум с отрицанием. Да. Так что в книге есть секретная глава, которая не включена в окончательную рукопись, но которую вы можете получить в Atomicabits.com, и она называется «Биология плохого поведения», и в ней обсуждается то, что делают ученые, чтобы как бы перепрограммировать мозг наркоманов. Так что некоторые из них — таблетки, например, кокаиновые наркоманы, используют препарат под названием «баплофен», который изначально был разработан для лечения спазмов в спине, о которых некоторые наркоманы говорят, что когда они начинают его принимать, внезапно их тяга и зависимость исчезают более или менее за одну ночь. Я не знаю, работает ли это для всех них, и это своего рода история со многими этими препаратами от зависимости прямо сейчас заключается в том, что у некоторых людей действительно потрясающие результаты, но не у каждого пациента. Тогда есть вторая стратегия. Она была, National Geographic описала ее в прошлом году, она начинает использоваться в Италии, и я думаю, что она распространяется по всему миру, где эта машина ТЭМС. Это магнитная стимуляция мозга. А по сути дела, если я правильно понимаю, то префронтальная кора головного мозга отвечает за различные центры принятия решений и вашу способность как бы сопротивляться искушениям. А у наркоманов они обнаруживают, что именно эта область в определенной степени деактивирована, и поэтому, когда возникает тяга, вам трудно сопротивляться. И поэтому ты пройдешь эту магнитную стимуляцию, и эффективно они помещают магнит на ту часть или ту область мозга, стимулируют там нейроны с помощью некоторых электрических импульсов. И люди уходят, и они чувствуют, что у них больше нет тяги. Да, это какое-то безумие. Так что я не знаю, к чему это приведет. И я очень осторожно говорю что-то вроде, «О, это волшебный трюк, и он сработает». Да, я думаю, что все это интересно, и будет действительно здорово посмотреть, как все это получится. В настоящее время проводятся всевозможные удивительные исследования с использованием психоделиков и лечением наркоманов с их помощью. Но я всегда как бы по умолчанию придерживаюсь этой, знаете ли, фундаментальной точки зрения, что, знаете ли, зависимость подпитывается, как сказал бы Габар Матте, какой-то детской травмой или какой-то психологической структурой, когда человек чувствует себя сломленным в каком-то отношении, и вынужден участвовать в этом деструктивном аддиктивном поведении как средстве о смене государства, верно? Именно об этом мы и говорили ранее. Таким образом, ты можешь устранить тягу и устранить поведение или вещество, но эта предрасположенность остается. И она будет продолжать находить другой путь, чтобы удовлетворить себя каким-то поведением или чем-то еще, чтобы решить, какова бы ни была эта рана, или это чувство незавершенности или неадекватности, или что бы это ни было. Что действительно является движущей силой за аддиктивным поведением, стоит аддиктивное поведение. Потому что вещество или поведение – это решение проблемы. И ты можешь это сделать. До тех пор, пока это не станет самой проблемой, и ты не сможешь ее устранить. Но у тебя все равно останется та фундаментальная предрасположенность, которую необходимо устранить. Ты чувствуешь, что бег или писательство были чем-то другим, тем, что помогло тебе решить эту проблему. Да, они полезны и в каком-то отношении целебны, но в конечном счете они не являются решением для меня. Я уже давно трезв. Двенадцать шагов – тайное общество. Вот как я стал трезвым и остался трезвым. И я все еще очень-очень активный участник этой программы. И это по сей день остается моим приоритетом номер один. И в ту минуту, когда я начинаю упускать это из виду, или забывать, или принимать как должное, я начинаю возвращаться в ту сферу. И никакого застора тоже нет. И это то, о чем ты пишешь и понимаешь, как будто нет ничего подобного. «Ой, я победил это. Теперь я перехожу к этому с зависимостью». Это либо регресс, либо прогрессирование того, что, по твоему мнению, тебя развлекает, или поведение, которым ты занимаешься. Так что ты должен быть очень внимателен к этому и заниматься тем поведением и деятельностью, которые сдерживают это, чтобы быть здоровым и функциональным. Поэтому я не очень часто думаю о том, чтобы пить или употреблять наркотики. Это редко приходит мне в голову, но у меня есть целая батарея других негативных моделей поведения, которые проявляют всевозможные дефекты характера, которые я бы не квалифицировал как пристрастия, но являются привычками, которые, вы знаете, я постоянно пытаюсь освоить или изменить. Да, это своего рода интересное пересечение со вторым законом, если вернуться к некоторым из них. Потому что первый закон, о котором мы говорили, делает это очевидным и вносит некоторые изменения в дизайн окружающей среды. Второй закон заключается в том, чтобы сделать ее привлекательной. И я имею в виду, что когда ты интерпретируешь поведение, извини меня, когда ты интерпретируешь поведение или намек как привлекательное, как нечто, к чему тебе следует двигаться, тогда у тебя есть причина совершить действие, и ты мотивирован это сделать. Так что во многих случаях поведение, которое мотивирует нас, которое привлекательно для нас, зависит от людей, которые нас окружают. Так что один из способов подумать об этом, это то, что все мы члены племен. Некоторые племена большие, некоторые маленькие, как будто большие племена могут быть тем, что значит быть американцем, или тем, что значит быть французом, или чем-то в этом роде. А маленькие могли бы рассказать о том, что значит быть соседом на твоей улице, или членом местного кроссфит-зала, или волонтером в местной средней школе, или кем-то еще. Но у всех этих племен, больших и малых, есть набор общих ожиданий относительно того, что значит быть частью группы. И когда ты принадлежишь к этому племени, когда у тебя там есть друзья, когда ты чувствуешь, что хочешь вписаться в эту группу, привычки, которые соответствуют общим ожиданиям племени, очень привлекательны, и ты хочешь их выполнять, а привычки, которые идут вразрез с общими ожиданиями, очень непривлекательны. И поэтому один из способов сделать привычки более привлекательными, это присоединиться к группе, где ваше желаемое поведение является нормальным поведением. Быть с командой, где привычки, которые вы хотите привить, являются просто нормальными и ежедневными для них. Да, это действительно экстраполяция первого закона. Ты расширяешь свои физические возможности, ты создаешь продуктивную физическую среду, а теперь ты распространяешь это и на свою межличностную среду. Таким образом, ты окружаешь себя физической средой, способствующей здоровому поведению, здоровым привычкам. И теперь ты окружаешь себя людьми, которые усиливают это и затрудняют тебе вести себя иначе. Общество сильно зависит от всех нас. Есть куча привычек, которые люди делают каждый день, о которых ты даже не задумываешься. Как будто ты заходишь в лифт и поворачиваешься лицом к входу или к себе. Кто вообще придумал эту роль? Да, я знаю, верно? Ну, ты идешь на собеседование и надеваешь костюм с галстуком, или платье, или что-нибудь красивое. Нет никаких причин, по которым это должно быть так, верно? Например, ты мог бы повернуться лицом к задней стенке лифта, ты мог бы надеть купальник на собеседование при приеме на работу, но мы этого не делаем, потому что это нарушает эти общие ожидания. Это идет вразрез с принципами группы. И поэтому так много наших решений именно таковы. И во многих отношениях, когда мы молоды, многие наши привычки не выбираются, они передаются по наследству. Они передаются нам любой группой, которой мы принадлежим. А затем, знаешь, часть процесса взросления заключается в том, что ты взрослеешь, тебе исполняется 20-30, и ты решаешь эти группы, которые я унаследовал. Эти модели поведения, которые я унаследовал, служат ли они мне или это те, которые я хочу. И потом ты как бы проходишь через процесс изменения этого, и во многих отношениях просить людей изменить свои привычки, это фактически просить их изменить свое племя. И это может быть тяжело, особенно если тебе приходится делать это самостоятельно. Ты знаешь, я имею в виду, что это одно из тех, что помогает создать новое племя, в которое можно пойти. Потому что если людям приходится выбирать между привычками, которые они хотят, и одиночеством, или привычками, которых у них не хочу быть с людьми, быть иметь друзей, принадлежать к ним. Мы часто предпочитаем ошибаться вместе с толпой, чем быть правыми сами по себе. Да. И я думаю, что мы видим, как это разыгрывается в культурном плане в этот интересный момент, который мы переживаем прямо сейчас. Когда во всех формах социальных сетей то, что люди говорят в политической сфере, в такой же степени сигнализирует их собственной группе подтвердить свою позицию в своем племени, как и попытка обратить кого-то из другого племени, что обычно не работает. Но интересно наблюдать, как эта социальная динамика проявляется в широких масштабах, потому что прямо сейчас она находится в таком напряженном состоянии. Но на самом деле это ничем не отличается от парня, который тусуется со своими приятелями по спортзалу и хочет быть частью этой толпы. Действительно вступить в эту субкультуру, отождествить себя с ней и быть одобренным этой группой. Недавно я написал статью под названием «Почему факты не меняют нашего мнения?» А людям нужен достаточно точный взгляд на мир, на факты, чтобы выжить. Знаешь, как если бы ты не мог точно видеть, куда движется машина по дороге, а потом ты вышел, тебя сбила бы одна из них, и ты не передал бы свои джинсы и так далее. И поэтому тебе нужно иметь какие-то разумные, исходные данные. Но в пределах этого на самом деле есть изрядная доля гибкости. И поэтому люди придерживаются убеждений не только потому, что они верны и точны и основаны на фактах, они также придерживаются убеждений. Потому что они могут помочь им принадлежать к этому племени, потому что они сигнализируют своим социальным союзникам, что «Эй, я принадлежу к этому племени». И во многих случаях быть покинутым племенем. Это скорее смертный приговор, чем иметь веру, которая немного неточна, особенно ту, которая не влияет на твою личную жизнь прямо сейчас. И вот мы перенесемся в современное общество, и ты увидишь, как это проявляется самыми странными способами. Правильно, правильно, правильно. Хорошо, хорошо. По поводу этой идеи сделать ее привлекательной и окружить себя людьми, которые подтверждают, одобряют и поощряют то поведение, которое ты пытаешься проявить в себе. Их двое. Мне кажется, здесь есть два вида операционных систем. Есть положительное подкрепление, которое ты получаешь, механизм одобрения. Но ведь есть и негативная ответственность, не так ли? Потому что если ты сбьешься с пути, то будешь привлечен к ответственности за это точно так же, как тебя похлопают по спине за то, что ты переступил черту или был частью группы. Ты видел что-нибудь более мощное, чем другое? Они оба необходимы? Как это работает? Да, это сложный вопрос. Джонатан Хейт. Я думаю, он в Нью-Йоркском университете. У него есть несколько интересных исследований по этому вопросу, и я не знаю, проводил ли он их сам. Но он был тем, кого я видел. Рассказывал о важности наказаний и последствий в обществе в целом. И как будто нам нужно знать, что существует наказание за нарушение закона или что-то в этом роде, чтобы люди оставались на верном пути. Да. И поэтому я не совсем уверен, как это относится к привычкам. Моя внутренняя реакция такова, что тебе, вероятно, нужны и то, и другое в долгосрочной перспективе. Но что экстремальные наказания и последствия, такие как последствия, вызванные страхом, а не вознаграждением, действительно заставляют людей двигаться в промежуточном направлении в краткосрочной перспективе. А принадлежность и положительные награды с большей вероятностью сохранятся в долгосрочной перспективе. Так что я бы сказал, что в целом я бы поступил именно так. Я думаю, что это Тим Феррис придумал тот эксперимент по созданию тренажерного зала, где, я думаю, идея заключалась в том, что ты платишь все деньги вперед за год. И они фотографируют тебя без рубашки, выглядящего ужасно. А если ты этого не сделаешь, если пропустишь день или что-то в этом роде, то это изображение попадет в социальные сети. Так что это похоже на то, что кнут сильнее пряника, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Я слышал о тех, где ты платишь, я не знаю, какова будет точная цифра, может быть около 150 долларов в месяц, а затем каждый раз, когда ты ходишь в спортзал, ты получаешь 5 баксов. И поэтому, если ты ходишь каждый день в течение 30 дней, ты ничего не платишь. А если ты ходишь туда 3 дня в неделю, то получаешь это так, что это своего рода похожий стимул. В книге, я думаю, у меня есть пример этого парня, Томаса Фрэнка, предпринимателя из Колорадо, и он хотел выработать привычку просыпаться раньше. И поэтому он создал небольшой автоматический пост в Твиттере, который выходил в 6 утра каждое утро, или в 6.05. Я думаю, он хотел просыпаться в 6 утра. И поэтому, если он не вставал в 6.05, он отправлял сообщение в Твиттер и говорил, я сейчас не встаю, потому что мне лень. Первые 5 человек, которые ответят на это, я переведу тебе 25 долларов. И так каждый день я просыпался в 6, и первое, что ты делал, это переносил это на следующий день. Да, это гениально. Ты определенно проснулся бы, если бы у тебя вышел какой-нибудь ужасный твит, который плохо отразился бы на тебе. Да, другой пример, который приходит на ум, это, я думаю, тоже Тим Феррис, который сказал, что если ты потерпишь неудачу, то определенная сумма денег пойдет организации, которую ты презираешь. Сейчас есть множество сервисов, которые это делают. Один из них называется Бимайда. Еще один называется Стиск. Я думаю, это Стик Кей. Но да, ты сказал, знаешь, хорошо, моя цель пробежать этот полумарафон, и если я не буду тренироваться 3 дня в неделю, то я ставлю на кон 500 долларов. И ты берешь на себя обязательства, и ты не сможешь вернуть деньги, пока твой друг не отдаст их тебе. Верно. И если ты не будешь тренироваться, деньги пойдут на благотворительность, которую ты ненавидишь, несмотря ни на что. Да, да, да. Круто. Хорошо, следующий закон это просто. Хорошо, так что сделай это проще. Многие из наших моделей поведения основаны только на удобстве. Так что недавно я начал делать то, что каждый день оставляю свой телефон в другой комнате за пределами своего офиса до обеда. Так что утром у меня есть квартал продолжительностью 3 или 4 часа, где его нет поблизости. Сейчас эти цифры растут с каждым годом, мы просто становимся все более и более зависимыми от наших телефонов. Но сейчас средний взрослый проверяет свой телефон более 150 раз в день. А если телефон стоит рядом со мной на столе, значит я такой же, как все остальные. Я бы смотрел на него каждые 3 минуты, 5 минут или что-то в этом роде. Но когда я держу его за пределами своего офиса, у меня есть этот домашний офис, все, что мне нужно сделать, это подняться по лестнице и перейти в другую комнату. Это примерно в 45 секундах езды. Но я никогда этого не делаю, и это меня завораживает, потому что это похоже на то, что я проверял свой телефон каждые 5 минут, если он был рядом со мной. Так что можно подумать, что я хотел это сделать. Но я никогда не хотел этого настолько сильно, чтобы подняться по лестнице за 45 секунд. И современное общество сделало эту странную вещь, когда так много моделей поведения и технологий, теперь настолько свободны от трений, они настолько удобны. Что мы обнаруживаем, что делаем это просто с намеком на желание. На самом деле они нам не очень-то нужны, но они такие простые, что мы просто заполним ими пространство. И поэтому этот закон, третий закон, заключается в том, чтобы попытаться заставить это работать на тебя, когда дело доходит до формирования хороших привычек. Поэтому сокращай количество шагов между тобой и хорошими привычками, и увеличивай количество шагов между тобой и плохими, так что ты хочешь усложнить себе жизнь. Это. И одна из метафор, которые я люблю использовать, это как садовый шланг. Так что представь, что у тебя есть шланг, который как бы согнут посередине, и оттуда вытекает немного воды. Если ты хочешь пропустить больше воды через шланг, то у тебя есть два варианта. Первый, ты можешь просто повернуть клапан и пропустить воду, но это увеличивает трение и увеличивает напряжение в системе. Другой вариант, просто развернуть изгиб и позволить воде течь естественным путем. И это также позволяет пропускать больше воды, но это уменьшает натяжение, уменьшает трение. И так много разговоров о формировании лучших привычек и достижении максимальной производительности, это ментальный эквивалент проворачивания клапана. Тебе нужно работать усерднее, тебе нужно обладать выдержкой, упорством, настойчивостью, усердием. И дело не в том, что эти качества плохие, просто это увеличивает напряжение в системе. И чего ты действительно хочешь, так это создать обстановку, в которой легко делать то, что окупается в долгосрочной перспективе, и у тебя есть менталитет. Я из тех людей, которые будут много работать. Значит, ты хочешь снизить напряжение. Более устойчивое, щадящее решение, чем, знаете ли, подниматься и размалывать по сравнению с удалением этих вещей, которые мешают вам каждый божий день. Которые на самом деле довольно легко удалить или создать дистанцию между ними, чтобы вам было легче делать то, что вы пытаетесь сделать. Ты действительно пытаешься улучшить свое окружение, чтобы облегчить действия по умолчанию. И иногда ты можешь сделать это с помощью элементов дизайна окружения, о которых мы говорили ранее. В других случаях ты можешь сделать это, предприняв заблаговременные действия, которые окупятся в будущем. Так вот, допустим, ты пытаешься выработать привычку лучше спать. Есть множество одноразовых действий, которые ты мог бы предпринять сегодня, чтобы тебе было легче лучше спать каждую ночь после этого. Ты мог бы протестировать разные матрасы и посмотреть, какой из них обеспечивает лучший ночной сон, и купить этот. Ты мог бы приобрести плотные шторы, чтобы в твоей комнате было темно. Ты мог бы купить наушники или затычки для ушей, чтобы спать более крепко. Купи маску для сна, чтобы ты мог спать в дороге или в отеле. Есть некоторые из этих вещей, такие как подушечка с перцем чили или что-то еще, что охладит температуру кровати до более идеальной. Или ты можешь взять палатку и спать у себя на заднем дворе, как я. Вот и все. Ты мог бы спать на улице. Ты также можешь купить такое маленькое устройство, которое называется таймер-розетки, и оно стоит около 10 долларов на Amazon. И мой друг недалеко от Айала, он купил один и подключил его к своему, это похоже на адаптер, вы подключаете его к розетке, а затем подключаете устройство к таймеру. И поэтому он подключил к нему свой интернет-роутер и устанавливал таймер на 10 вечера каждую ночь, и это отключало питание интернет-роутеров 10. И тогда это похоже на то, что Netflix не работает, я не могу просматривать веб-страницы, всем пора спать. О, это интересно. И поэтому представь, что ты только что сделал... Я имею в виду, я только что перечислил 7 или 8 вещей, но ты знаешь, представь, что ты сделал 5 из них. Ну, а теперь внезапно ты оказался в среде, где улучшить сон как привычку намного проще. И все это всего лишь одноразовый выбор, которые это окупятся для тебя в будущем. И есть еще куча подобных вещей, в зависимости от привычки. Я имею в виду, что финансовые привычки, хороший пример, автоматические сбережения или автоматический депозит на ваши 401 тысячу долларов или что-то в этом роде. Я имею в виду, что ты хочешь сделать это безмозглым, чтобы ты мог, насколько это возможно, чтобы у тебя оставалась энергия, чтобы делать трудные вещи, когда тебе это нужно. Странно, как мы создали этот мир, где теперь нам приходится тратить так много энергии, пытаясь создать системы для этого. Борьбы с системами. Чтобы переопределить нашу ДНК и импульсы участвовать в этих вещах, которые, как мы думаем, мы создали, чтобы сделать нашу жизнь лучше. И в то же время создаем все эти проблемы ниже по течению. Очевидный кандидат сотовый телефон. Похоже, эта штука настолько научно разработана и предназначена для того, чтобы увлечь нас и вызвать все те импульсы, к которым мы так глубоко стремимся, что вы не можете никого винить. Это как будто ты прокручиваешь страницу и думаешь. Я даже не знал, что прокручиваю страницу. Это так въелось в население. И теперь нам приходится уходить далеко от своего пути и покупать все эти другие устройства, чтобы защитить себя. Я только что видел это на днях. Я не знаю, видел ли ты это. Кто-то придумал эти специальные солнцезащитные очки, которые можно надеть, и от этого все экраны кажутся пустыми. Нет, правда? Так что, когда ты в них, ты на самом деле ничего не можешь прочитать на цифровом экране. Да, я думаю, что в них все просто выглядит белым. О боже. И я такой. Это действительно круто. И еще это безумие, что мы должны это придумать. Ты понимаешь, что я имею в виду? Какой-то бедняга потратил тысячу часов на создание этой компании. В 1820 году, как будто это не то, о чем они беспокоятся. Ты понимаешь, что я имею в виду? Да. Это просто хороший аргумент в пользу простоты и минимализма. Ты знаешь, я думаю, что быть минималистом. Хотя я не знаю, считаю ли я себя убежденным минималистом. Но я определенно придерживаюсь некоторых принципов. Дело не в том, чтобы иметь наименьшее количество вещей, а в том, чтобы иметь оптимальное количество вещей. И многие предметы, которые мы выбираем, окружают нас в повседневной жизни, они дают нам намного больше, чем оптимальное количество. Теперь нас бомбардируют уведомлениями, текстовыми сообщениями и всевозможными стимулами, с которыми мы просто боремся, с которыми нам раньше не приходилось бороться. Да, это становится действительно сложно и странно, как вещи, которые порождают эти вредные привычки. Такие, как мобильный телефон или, знаете, любое другое приложение, которое является вашим любимым приложением, например, количество денег и науки, которые были вложены в видеоигры, не так ли, как будто все дело в том, чтобы удержать тебя в браке как можно дольше. Почему мы не можем направить весь этот научный гений и вложить его в то, что вместо этого вырабатывает хорошие привычки? Не так ли, как и все это ты идешь в казино Вегаса, это полностью спланировано так, чтобы держать тебя там как можно дольше, верно? Это среда, которая способствует развитию вредной привычки. Почему мы не можем создать среду с таким количеством целеустремленности, денег и науки для продвижения хороших привычек? Да, капитализм, я думаю, является здесь главной силой. Ты знаешь, как будто это не просто казино, например, аэропорты. Есть, знаешь ли, действительно хорошо оплачиваемые дизайнеры аэропортов, которые придут, чтобы заложить новый терминал, который специально решит, где должны быть дорожки. Чтобы вы прошли через максимальное количество магазинов и мимо правильных ресторанов нужное время, и ты знаешь, чтобы потратить как можно больше денег, пока ты там. В любом случае, я хочу сказать, что капитализм — это главный стимул для людей, которые занимаются этими вещами. И поэтому у человека, который сможет понять, как заработать много денег на хороших привычках, будет веская причина сделать это. Но пока люди этого не поймут, в итоге получится что-то вроде того, что мы работаем на эти компании, которые делают это в течение дня. А затем, как отдельные люди, мы хотим переделать это для себя ночью, не так ли? Точно так же, как все эти видео на YouTube. Мои дети не смотрят YouTube. Верно. Это увлекательно. Джобс не разрешал своим детям иметь iPad и все такое. Да. И нам нужно больше такого. Я тоже только что прочитал на днях, там было где-то там. Я думаю, так оно и было. Я думаю, это может быть Россия. Может быть, я неправильно помню. Но где-нибудь там, где когда ты идешь на вокзал или в метро, вместо того, чтобы съесть, если бы ты хотел, 10 бурпи или... О, мне кажется, я видел что-то подобное в России, ты делаешь 30 приседаний, получаешь бесплатный билет. Да, да. Нам нужно больше этого, верно? Это здорово. Я знаю. Так или иначе. Все в порядке. Хорошо. У меня есть еще одна вещь, которую я хочу сказать о том, чтобы облегчить себе задачу. Так что самый простой способ сделать это, избавиться от привычки. И поэтому в книге я рассказываю об этой вещи, которую называю правилом двух минут. Идея в том, что ты просто берешь любую привычку, которую пытаешься выработать, и сокращаешь ее до первых двух минут. И у меня был читатель, который сделал нечто подобное. В итоге он сбросил более 100 фунтов, и один из способов, которым он это сделал, заключался в том, что он пошел в спортзал, но ему не разрешалось оставаться там дольше пяти минут. Звучит немного безумно, но в течение первых шести недель он приходил и появлялся, делал примерно половину упражнения, а потом уходил и шел домой. И большинство людей, услышав это, думают, это немного смешно, ты зря тратишь свое время, на самом деле ты от этого не придешь в форму. Но суть в том, что он овладевал искусством появляться на людях, а прежде чем его можно будет улучшить, нужно выработать привычку. До тех пор, пока ты не станешь тем человеком, который появляется каждый день, оптимизировать нечего. Мы так беспокоимся о том, чтобы найти лучший план диеты, или лучшую бизнес-идею, или оптимальный способ улучшить мой жим лежа, или что-то еще. Мы ищем все эти идеальные планы, но мы не делаем того, что является основополагающим для всего этого, что просто проявляется. И правило двух минут — это один из способов сделать это. Как будто ты хочешь заняться 30-минутной йогой? Давай переведем это так. Достань свой коврик для йоги. Или если ты хочешь читать 30 книг в год, давай переведем это так. Прочитай одну страницу. Но какими бы ни были первые две минуты поведения, уменьши его, овладей этим, овладей искусством показывать себя. Сделай так, чтобы начать было как можно проще, а затем, как только ты станешь таким человеком и будешь ходить в спортзал каждый день или читать по одной странице каждый день. Что же, теперь у тебя есть варианты. Теперь у тебя есть выбор, и ты можешь совершенствоваться и совершенствоваться дальше. Да, да. Два замечания по этому поводу. Во-первых, это напрямую относится к тому, о чем ты постоянно говоришь, а именно к сосредоточению внимания и оптимизации стартовой линии по сравнению с финишной верно. Как будто мы все думаем о финишной черте. Мы ставим перед собой цели, которые касаются только финишной черты, и мы упускаем из виду, насколько важна стартовая линия. И тем больше мы можем сделать. В глубине души мы можем иметь ту цель, к которой стремимся. Но чем больше мы сможем укорениться в том, что требуется для того, чтобы быть на этой стартовой линии, тогда это станет удобоваримым, выполнимым и устойчивым. Ты не начинаешь гонку, ты не можешь ее закончить. Все люди беспокоятся о результате. Я имею в виду, что все хотят, каким бы ни был результат, пробежать марафон, заработать шестизначную сумму, сбросить 30 фунтов. Все это сосредоточено на финише. Но вы должны стандартизировать, прежде чем оптимизировать. Ты должен сделать это стандартом в своей жизни, прежде чем у тебя появится шанс оптимизировать его и превратить во что-то большее. Да. И я думаю, это относится ко второму пункту, который я собирался сделать. Это относится к той идее, что я думаю, многие люди действительно переоценивают то, что они могут или должны сделать за один день. И они полностью недооценивают то, на что они способны в долгосрочной перспективе. И я имею в виду не шесть месяцев, я имею в виду пять лет, десять лет. Но когда ты переоцениваешь распорядок дня, это в конечном счете приводит к эмоциональному выгоранию для большинства людей, потому что это неустойчиво. Не так ли? И если ты сможешь сузить круг поисков и разложить их на эти маленькие кусочки, о которых ты говоришь, и создать ситуацию, в которой ты постепенно привыкаешь. И ты создаешь образ жизни, ориентированный на то, чтобы поддерживать, развивать и оптимизировать его, вот где ты увидишь результаты в будущем. Я думаю, это правда. И это тяжело. Я упоминал об этом в первой главе книги, трудно чувствовать это ежедневно, не так ли? Я использую метафору. Это похоже на нагревание кубика льда, знаешь как ты, ты в комнате холодно, ты можешь видеть свое дыхание, этот кубик льда лежит перед тобой на столе. Температура около 25 градусов, и ты нагрей комнату, а сейчас 26, 2728, 2930. Ничего не случилось, кубик льда все еще там. 31, а затем 32, сдвиг на 1 градус, точно так же, как и все остальные до этого, и вдруг ты попадаешь в этот фазовый переход, кубик льда тает. И дело не в том, что жизнь всегда такая, но часто так кажется. Как будто люди прикладывают немного усилий, они сводят их к этому маленькому поведению и думают, что здесь ничего не происходит. Это все равно, что видеть, как кубик льда опускается с 25 до 27 градусов. И тогда ты чувствуешь, что я должен сделать больше, верно? Мне нужно стараться больше, мне нужна большая цель, мне нужно быть более амбициозным, потому что тогда я получу больший результат. Но люди не понимают, что, например, приходите делать что-то маленькое в течение трех месяцев или шести месяцев, а затем жаловаться на отсутствие результатов. Это все равно, что жаловаться на нагрев кубика льда от 25 до 30 градусов, и не тает виск, еще не тает. Работа не была потрачена впустую, она просто накапливалась, как и ты, и это отличительная черта любого процесса, который усложняет, что является самым мощным. Результаты откладываются, но когда ты в гуще событий, когда ты в данный момент, это действительно трудно почувствовать. Такое чувство, что ничего не происходит, такое чувство, что ты зря тратишь время. И вот почему так важно понимать, что речь идет об идентичности. Потому что если ты сосредоточен только на цели, то ты не сможешь остаться в ней, потому что тебя отговаривают, разочаровывают или что-то в этом роде. Но если это фундаментально, если ты принял решение, что ты такой, какой есть, я тот человек, который это делает, тогда ты не так уж привязан к результатам изо дня в день. Ты же не каждый день составляешь таблицу о том, двигаешься ли ты вперед или нет. Так что, возможно, сейчас самое подходящее время вспомнить о четвертом законе изменения поведения, потому что это прекрасный его пример. Итак, четвертый закон состоит в том, чтобы сделать это удовлетворяющим, а что тебе действительно нужно, так это сделать, это немедленно удовлетворяющим. И конечным проявлением этого является укрепление твоей желаемой идентичности. Если ты сосредоточен на том, чтобы, ну, знаешь, сбросить 30 фунтов, и ты идешь бегать в течение месяца, и ты такой, ну, мое тело не изменилось, джессы те же, ну, нет, у тебя нет никаких наград, чтобы увидеть. Но если ты сосредоточен на том, чтобы стать человеком, который бегает три раза в неделю, то как только ты выходишь за дверь и делаешь два шага, ты укрепляешь свою идентичность, чтобы ты мог чувствовать себя хорошо в данный момент. И даже если это незначительно, это очень важно для того, чтобы закрепить привычки. Я имею в виду, это то, что я называю кардинальным правилом изменения поведения, которое заключается в том, что поведение, которое немедленно вознаграждается, повторяется. А поведение, которое немедленно наказывается, избегают. И это действительно зависит от скорости того, насколько быстро ты чувствуешь удовлетворение или чувствуешь себя хорошо. Это похоже на то, что если ты чувствуешь себя хорошо сразу после того, как закончишь что-то, это как положительный эмоциональный сигнал твоему мозгу, который говорит, «Эй, это было приятно, тебе стоит повторить это в следующий раз». И в этом смысле положительные эмоции культивируют привычки, а отрицательные разрушают их. И ты действительно хочешь найти способ чувствовать себя хорошо, чувствовать себя успешным, как только закончишь. Да, это интересно. Насколько важен импульс во всем этом? Потому что я знаю, что как бы прилежно я не относился к своим тренировкам и тренировкам, я думаю, большинство людей согласятся. Что если у тебя есть привычка ходить в спортзал каждый день, и ты видишь результаты, ты часть этого сообщества, а потом что-то происходит, у тебя есть бизнес, поездка или что-то в этом роде, неважно, как будто какой-то гаечный ключ попадает в твои планы, и ты пропускаешь день-два или, может быть, три дня. Тогда становится так трудно вернуться назад, когда до этого было так легко идти каждый божий день. И вот тут-то ты и видишь, как люди полностью срываются с катушек, а потом проходят полгода-год, а они ни разу не ушли. Да. С психологической точки зрения с этим происходит что-то очень странное, что делает этот импульс чем-то таким особенным и мистическим, что его действительно нужно уважать и заботиться о нем. Потому что он такой мощный. Это похоже на то, как закон Ньютона применяется к привычкам. Объекты, которые находятся в движении, остаются в движении, объекты, находящиеся в покое, остаются в покое. Но в том, что ты упоминаешь, есть мудрый урок, который заключается в том, что, во-первых, все привычки в какой-то момент заканчиваются, как и все в какой-то момент оступаются. И мантра, которую я люблю помнить для этого для себя так же сильно, как и для кого-либо другого, «никогда не промахивайся дважды». Так что, если я занимаюсь в спортзале в понедельник, среду, пятницу и пропускаю пятницу из-за деловой поездки или чего-то еще, тогда мне нужно приложить все свои силы к тому, чтобы попасть туда в понедельник. Я не хочу промахиваться дважды подряд. Почти никогда первая ошибка не губит тебя. Это похоже на последующую спираль повторяющихся ошибок. Так что, если ты сможешь быстро вернуться в нужное русло, я думаю, у меня есть строчка в книге, что-то вроде того, что пропустить один раз, это ошибка, пропустить дважды. Это начало новой привычки. Да, потому что тогда это создает свой собственный негативный импульс. Верно, да, именно так. Да, это похоже на то, каково следующее правильное действие. И если ты ориентируешься на личность, ты скажешь, «Я писатель, поэтому я пишу. Это то, что я делаю. Я не беру двухдневных выходных». Эти диеты – самый распространенный пример этого. О чем мы здесь на самом деле говорим, так это о таком менталитете «все или ничего», который есть у людей, когда это похоже на то, что я сидел на диете пять дней. Но потом мои друзья захотели пойти на счастливый час, и я съел немного. И поэтому я думаю, что я просто не создан для этого. Я думаю, это просто слишком тяжело. Так что я просто сдаюсь вместо того, чтобы просто сказать, «Знаешь что? Следующий раз, когда я этого не сделаю, я сяду поесть». Я сделаю здоровый выбор. Вот именно. И может быть, это и не идеально, но, по крайней мере, это не Бургер Кинг. Лучше бы я не переедал, но никогда не пропускал дважды. Так что я позабочусь о том, чтобы в следующий раз вернуться в нужное русло и питаться здоровой пищей. Да. Так что я действительно думаю, что импульс играет здесь определенную роль. Есть также вторые замечания о импульсе, и это возвращается к видеоиграм и некоторым вещам, о которых мы говорили ранее. А также к тому кардинальному правилу изменения поведения, о котором я упоминал. Во многих случаях импульс строится на скорости цикла обратной связи. Так что до сих пор в этом разговоре мы говорили о привычках вроде как на более крупном макроуровне, таких как привычках ходить в спортзал, писать или что-то в этом роде. Но на самом деле, с биологической точки зрения, этот процесс состоит из этих четырех стадий, ваш мозг проходит через это бесконечно, постоянно и вдоль секунды. Возьмем что-нибудь вроде включения света. Ты входишь в комнату, сигнал, в комнате темно. Страстное желание, я предсказываю, что если я включу свет, это будет лучше и уменьшит неопределенность, а я хочу иметь возможность видеть. Реакция, я включаю выключатель света, награда, комната теперь освещена, и я могу видеть. И все это происходит за полминуты. И поэтому твой мозг постоянно проходит через эти циклы. Так что в каком-то смысле ты всегда проходишь через эти маленькие модели поведения, и эти маленькие микроциклы могут набирать обороты по мере того, как ты проходишь через что-то. Если они достаточно плотные, и у тебя есть сигналы прогресса, ты получаешь положительную обратную связь. И это то, в чем видеоигры невероятны. Когда ты проходишь любой уровень, в углу появляются маленькие жетоны, твой счет растет, ты собираешь больше рубинов и монет. Каждый раз, когда ты хватаешь усиление, оружие или что-то еще, раздается небольшой звон или перезвон. Даже топ от шагов, когда ты продвигаешься по сцене, это сигнал о том, что ты добиваешься положительного прогресса. И что видеоигры могут сделать такого, что очень трудно сделать в повседневной жизни, так это то, что они могут держать вас на грани. Так что вы испытываете достаточно трудностей, но все равно добиваетесь прогресса. Похоже, что если ты действительно убиваешь его на определенном уровне, они начинают отнимать некоторые из этих бонусов и ставить перед тобой более сложные задачи. Если тебе трудно, они дадут тебе больше монет и рубинов, и знаешь, немного помогут тебе в этом. И поэтому они всегда следят за тем, чтобы ты достаточно продвинулся по уровню, в то же время испытывая достаточно трудностей, чтобы быть вовлеченным. И это похоже на то, что я имею в виду, что это было показано исследованиями, переменными вознаграждениями и тем, что держать вас на острие этой бритвы трудностей. Один из лучших способов сохранить мотивацию и импульс и хотеть оставаться вовлеченным в привычку. А технологии облегчают нам это, и это одна из причин, по которой такое поведение, игры вызывают такое привыкание. Да, это гениально. Это просто направлено на менее продуктивный результат для человека-животного. Не так ли? Как будто это просто заставляет меня вернуться к тому моменту, почему мы не можем взять все это и создать приложение для здорового питания или фитнеса. Или приложение, которое работало бы в структуре профессиональной организации для повышения производительности. Так что я думаю, мы сможем это сделать. Создай производительность труда. Я думаю, что это возможно, но я думаю, что это, вероятно, примет не ту форму, которую люди ожидали бы. Во многих случаях самые эффективные приложения для изменения поведения на самом деле меняют поведение, как люк. И это всего лишь мое теоретизирование прямо сейчас, у меня нет никаких доказательств этого. Но, например, если я подумаю о том, какое приложение для упражнений является самым эффективным из созданных за последние десятилетия. Наверное, на самом деле это не приложение для упражнений. Это, наверное, что-то вроде Покемон Гоу, потому что оно заставило людей, миллионы людей, проходить 5 или 10 миль в день. Но это было вовсе не приложение для упражнений. И я думаю, что там может быть что-то для людей, у которых действительно есть добрые намерения, которые хотят изменить мир в позитивную сторону и действительно серьезно относятся к изменению поведения, подумайте о том, что это за люки. Какие вещи на самом деле мотивируют людей? Экономить деньги, зарабатывать больше денег, завоевывать оценку, одобрение, уважение своих друзей, получать более высокий балл в таблице лидеров. И если ты сможешь понять, как добиться вторичного здорового поведения, когда они это делают. Это действительно может быть чем-то, что действительно может закрепиться и заставить миллионы людей делать что-то другое. Да, объясни мне идею этой вторичной здоровой привычки. Итак, Покемон Гоу, реальная вещь, которую люди пытаются сделать, это собрать этих покемонов и получить более высокий балл в чем бы то ни было. Но вторичная привычка заключается в том, что для этого тебе нужно прогуляться по всему миру и посмотреть, где они спрятаны по всему парку и все такое прочее. И это не так. Никто из людей, играющих в эту игру, не думает, я собираюсь пройти сегодня пять миль. Они просто думают, мне нужно пойти и найти, где эта штука. И это восходит к вашему первоначальному закону, который заключается в создании системы, способствующей здоровому поведению. При этом люди даже не обязательно осознают это сознательно, верно? В конечном счете, именно так вы двигаете иглу. Это происходит постоянно, ты знаешь, я имею в виду, мы говорили о множестве негативных или, может быть, менее полезных примеров с мобильными телефонами и тому подобными вещами. Когда мы на самом деле не думаем о том, что, о, я хочу сидеть на своем диване и просматривать Инстаграм в течение трех часов. Как будто никто не просыпается с такой мыслью. Они просто думают, о, у меня больше лайков, чем занимаются мои друзья и бла-бла-бла. Так что это своего рода вторичное действие, вытекающее из этого. И это просто немного перевернуть его или перевернуть с ног на голову и подумать о том, как мы можем иметь вторичные действия, которые были бы более здоровыми. Да. Хорошо, так в чем же разница между тем, чтобы сосредоточиться на создании хорошей привычки и тем, чтобы сосредоточиться на искоренении или преодолении плохой привычки? Например, куда должны направляться фокус и намерения? Да, это отличный вопрос. Меня раньше об этом не спрашивали, но я думаю, что на самом деле есть что-то важное, например, ключи. Так что позволь мне начать с вредной привычки. Я думаю, что наиболее эффективное место, где можно сосредоточиться на избавлении от вредной привычки, это первые и третьи этапы моей четырехэтапной модели. Итак, первый этап, сделать ее невидимой, так что это похоже на уменьшение воздействия. Итак, я говорил о том, чтобы спрятать телевизор, например, или действительно распространенный пример. Например, люди здесь, убедитесь, что у вас в доме нет сладостей. Убери обработанные продукты из своей кладовой и тому подобное. Так что во многих случаях, опять же, не из-за истинной зависимости, а просто из-за тех вредных привычек, которые у нас есть, мы просто делаем это, потому что они вокруг нас. Это похоже на то, что если ты хочешь тратить меньше денег на электронику, не подписывайся на все блоги с техническими обзорами. Тебе постоянно предлагают что-то купить. Или если ты хочешь похудеть, не подписывайся на кучу фудблогеров в Инстаграм. Тебе постоянно приходится преодолевать эти раздражители. Так что чем больше ты сможешь избавиться от этих раздражителей и уменьшить воздействие негативных сигналов, тем, возможно, эта петля вредных привычек просто никогда не начнется. И это один из эффективных способов. Я бы пропустил второй этап, потому что наша интерпретация сигналов, предсказание, которое у нас есть, происходит так быстро, молниеносно. Как только ты видишь этот блог о еде в Инстаграм, ты сразу же думаешь о том, что у тебя потекут слюнки, и ты захочешь что-нибудь съесть, и сможешь лайкнуть это и обойти это, это возможно. Одна из вещей, которые тебе нужно было бы сделать, это как бы переосмыслить свое мышление и сделать так, чтобы то, что раньше что-то значило, означало что-то другое. Это ты можешь делать, но просто это трудно. Сейчас трудное время. Да, это работа с подсознанием, верно? Так что со временем ты можешь перестроить свою неврологию с помощью новых привычек, которые создают эти новые нейронные пути, но это еще более крутой спуск с горы. И на это уходит много времени. Если ты присоединишься к... Если ты раньше ел свинину, но потом присоединишься к религии, которая не позволяет тебе есть свинину, и ты начнешь принадлежать к этой группе, и у тебя там появятся друзья и все такое, ну тогда да, может быть в какой-то момент ты увидишь, что свинина очень непривлекательна, поэтому ты как бы переосмыслил, как ты правильно истолковал этот намек. Но это может занять некоторое время. Тебе нужно действительно построить дружеские отношения и иметь веские причины придерживаться этой новой системы верований. Так или иначе, я собираюсь пропустить второй этап, потому что это, я думаю, сложнее для вредной привычки. И еще одна область, на которой, я думаю, ты можешь сосредоточиться. Это третий шаг, который усложняет задачу в случае отказа от вредной привычки. И если ты сможешь достаточно увеличить трение, ты не доведешь дело до конца. Один из примеров, который я хотел бы привести, Виктор Гюго, знаменитый писатель и писатель, подписал контракт на написание книги Горбун из Собора Парижской Богоматери. И он просто бездельничал целый год. У него были друзья, и он устраивал кучу вечеринок, он ездил и путешествовал, он ходил в рестораны, на самом деле он не так уж много делал. И издатели разозлились на него, и они поставили этот ультиматум, и они сказали, послушай, тебе нужно закончить эту книгу за шесть месяцев, мы собираемся расторгнуть сделку. Поэтому он попросил своего помощника зайти к нему в комнату, вынуть всю его одежду из шкафа и положить в сундук, и они заперли его, и единственное, что у него осталось, это большая шаль, похожая на халат. И поэтому у него не было никакой одежды, подходящей для того, чтобы приглашать друзей или устраивать вечеринки. Он не мог выходить за пределы дома. Он фактически посадил себя под домашний арест. И поэтому я хотел сказать, что он затруднил прокрастинацию. Ему было трудно вести себя так, как он не хотел, и в итоге это сработало. Он закончил книгу примерно на две недели раньше. Он написал ее примерно за пять с половиной месяцев. И вот теперь у нас есть горбун из собора Парижской Богоматери. Да, это восходит к намеренному отношению к своему окружению. Я слышал похожую историю о Джонатане Фрэнсоне. Я думаю, это было тогда, когда он писал «Фридом Мэйби». Но он снимал дерьмовый, самый непривлекательный офис, маленький, почти как гостиничный номер в ужасном здании, как в Санта-Круссе, без какого-либо вида. И все это было похоже на ужасный стол и действительно неудобный стул. И это было похоже на то, что на стенах ничего не было, просто нечего было делать, ничего не отвлекало. В самый раз. Я думаю, в мае Анжелу делает нечто подобное. Она для многих своих книг снимает номер в отеле, выходит из дома, едет туда и пишет. Больше ничего подобного нет. Многие сценаристы в Голливуде так и делают. Но потом они едут в модные отели и заказывают много еды в номер. Верно. Да, в этом есть смысл. Так что вернемся к идее сосредоточиться на формировании хороших привычек по сравнению с другими. Вот тут-то я думаю, тебе и следует сосредоточиться на вредных привычках. Что касается хороших привычек, я действительно думаю, что все четыре эффективны. То, о чем мы говорили ранее, сделать его привлекательным и присоединиться к новому племени, я думаю, что это самое сложное из четырех. Потому что ты просишь кого-то сменить группу друзей, или по крайней мере найти новых друзей. Я не думаю, что тебе нужно отказываться от людей, которые сейчас есть в твоей жизни, если ты хочешь изменить свои привычки. Но просто легче перенять новую привычку, если у тебя есть друзья, которые тоже занимаются этим новым делом. Есть ли какие-нибудь исследования о разнице между личной группой сверстников, например, вступлением в беговой клуб или что-то в этом роде, и тем, что ты в группе Facebook? Где ты как будто находишься где-то, где этого сообщества не существует? Верно. Но у тебя есть эта группа сверстников, которая доступна тебе через ноутбук. Да, это хороший вопрос. Я не видел исследований по этому вопросу. Возможно, что-то было сделано, я просто этого не видел. Но я думаю, что иметь группу типа «ты член сообщества на Reddit», или группу в Facebook, или что-то в этом роде, наверное, лучше, чем ее не иметь. Если не считать ничего другого, ты как бы засеваешь в своем мозгу те идеи, которые, возможно, ты не получил бы от своего физического окружения. Но мне действительно интересно посмотреть. И кто знает, когда это произойдет? Может быть, через 10 лет, может быть, через 100. Но какое-то решение дополненной реальности или виртуальной реальности. Я только что разговаривал с тобой. Это определенно придет. Я только что разговаривал кое с кем на днях об этом. У нее есть идея, это компания, где это виртуальная реальность, и вы эффективно используете ее для самосовершенствования или изменения поведения. Итак, ты просто надеваешь защитные очки, и теперь ты внезапно оказываешься в комнате с 10 другими людьми, которые пытаются выработать ту же привычку, что и ты. Так что это похоже на группу в Facebook, за исключением того, что ты чувствуешь себя так, как будто ты личный. И все знают, что пребывание в группе в Facebook совсем не похоже на то, каково это — ходить в местный спортзал. Да. Но что если вдруг это произойдет? Если бы в нем было больше этого ощущения, и оно казалось почти реальным, тогда я не знаю, мне было бы интересно узнать, как ты мог бы жить где угодно. Ты живешь посреди леса, и внезапно получаешь доступ к тому, что похоже на личную группу, и, возможно, получаешь ответственность от этого. Да, я думаю, этого не может быть, чтобы не произошло. Да, согласен. С этой технологией будет много сумасшедших, не очень хороших вещей, но я вижу всевозможные преимущества в такого рода вещах. Да. А как насчет этой идеи о том, как принятие хороших привычек начинает вытеснять плохие привычки? Так что это должно было стать одной из следующих вещей, которые я хотел бы добавить в статью о хороших привычках. Есть две вещи, это одна из них. Во многих случаях формирование хорошей привычки похоже на то, что ты знаешь, как растения могут вытеснять друг друга. И так как хорошая привычка формируется, она естественным образом вытесняет плохую. Давай предположим, например, что вы оба хотите привести себя в форму и больше тренироваться, и ты хотел бы поменьше смотреть телевизор или что-то в этом роде. Ну, если ты обычно смотришь телевизор в течение трех часов, когда приходишь домой с работы каждый день, и ты просто приходишь домой с работы, переодеваешься в тренировочную одежду и вместо этого идешь в спортзал, и ты просто сосредотачиваешься на привычке ходить в спортзал, тебе даже не нужно думать о телевизоре. Во-первых, это просто не происходит автоматически, потому что ты в спортзале и тренируешься в это время. Так что бывает много случаев, когда происходят подобные вещи, когда создание хорошей привычки просто естественным образом вытесняет плохую. И еще один способ подумать об этом, поведение часто приходит в связках, как будто они связаны друг с другом, не так ли? Как и ты, ты идешь в ванную, а затем моешь руки, а затем после мытья рук вытираешь руки, и вытирание рук напоминает тебе, что тебе нужно выбросить белье. И тогда ты думаешь о том, что у нас закончилось моющее средство, так что нам нужно пойти в магазин. И ты знаешь, как будто они все как-то связаны. И во многих случаях как плохие, так и хорошие привычки могут быть как бы в этих связках. И поэтому, если ты начнешь делать что-то еще, что потянет за одну нить в связке, то вся куча вредных привычек, как будто это не бинарная связь один к одному. Если ты начнешь ходить в спортзал и начнешь видеть результаты, то ты будешь больше заинтересован в здоровом питании, а затем ты будешь больше заинтересован в том, чтобы хорошо выспаться ночью. А потом, что это за медитация такая? И не успеешь ты оглянуться, как твоя жизнь станет совершенно другой. Вот почему я думаю, что физические упражнения — это одна из моих ключевых привычек, одна из важнейших для меня, потому что у меня такой кайф после тренировки. Когда я могу сосредоточиться примерно на час и хорошо поработать или ясно мыслить. Я, как правило, лучше питаюсь естественным путем, и это странно, не так ли? Ты мог бы подумать. Вот и тренируешься, чтобы потом потратить это впустую, но я не хочу тратить это впустую. Это похоже на то чувство. Я лучше сплю по ночам, потому что я устал, а это значит, что утром я просыпаюсь с лучшей энергией. И я ни в коем случае не пытался выработать лучшие привычки сна, или энергетические привычки, или привычки сосредотачиваться, или привычки в питании. Все это просто стало естественным побочным эффектом. А физические упражнения — это обычное дело. Я имею в виду, что это мое, но это также обычное дело для многих людей. А какие другие? Есть такая визуализация, которую вы услышите от многих исполнителей, например, комиков или кого-то в этом роде. Они пройдут через ту же процедуру визуализации, что и спортсмены, прежде чем выйти на сцену или выйти на выступление. Ежедневная прогулка — действительно распространенное явление среди креативщиков. Есть книга Мейсона Кьюри «Ежедневные ритуалы», где он рассказывает о ритуалах группы ученых, композиторов и писателей. И, вероятно, около 75% из них были связаны с алкоголем и наркотиками. А те, что чистые, похожи на ежедневную прогулку. Те, что все еще производят продукцию на высоком уровне 20 лет спустя, ты слышал о том, что делает Дэвид Сидарис. Нет. Чем он занимается? Это безумие. Он, я имею в виду, он банан в лучшем смысле этого слова, но у него есть некоторые очень странные поведенческие причуды. И я думаю, что это должно быть вызвано каким-то странным окр, но он живет как в английской сельской местности. Да. И по какой-то причине он просто стал одержим количеством подобного мусора, который был повсюду. Так что он начал примерно так, и это восходит к тому, как креативщики прогуливаются. Как будто он выходил на улицу и собирал мусор. И теперь он ходит каждый день около восьми часов, каждый божий день собирая мусор повсюду. Как будто это какое-то странное принуждение, когда он просто чувствует себя так, и когда он путешествует и уезжает из города, как будто он делает это в любое время. Он будет делать то, что он есть. Но не на час, а на восемь часов. Я подумал, в этом есть что-то очень нездоровое. Но в то же время мне оставалось только гадать, как это влияет на его творческий процесс. Возможно, это дает ему какую-то устойчивую активность в низком состоянии, это позволяет ему определенным образом свободно ассоциироваться, что, возможно, способствует невероятному написанию, которое он делает. Я не знаю. Я не знаю, какая наука стоит за этим, но у меня были похожие мысли, которые только что были у тебя, а именно, может быть, прогулка как бы дает тебе устойчивое состояние. Или, может быть, это даже дает твоему бессознательному что-то делать, и ты каким-то образом уходишь со своего пути немногонярю. Потому что ты занят тем, что делаешь эти вещи, и заставляешь одну ногу двигаться перед другой, и это открывает шлюзы для интересной идеи, которая поразит тебя. Верно. Но хорошо так, что я не знал, что это то, к чему ты клонишь Сидорисом, но я слышал, что в какой-то момент у него это было. И я услышал отличную историю, которая заключается в том, что он и так, он ходит вокруг, собирая свой мусор примерно 8 или 9 часов. И он сделал это так много, что получил эту награду от королевы Англии за то, что поднял ее. И он думал, что у него будет что-то вроде частной аудиенции с королевой по этому поводу. И вот он идет в Букингемский дворец, и оказывается, что там есть еще 4 человека, которых тоже чествуют за их гражданскую деятельность. И в любом случае, он просто говорит о том, как он думал, что проведет около часа с королевой, а вместо этого она пожала ему руку полминуты и сфотографировалась. А потом это было похоже. Все в порядке. В любом случае, на чем мы остановились? О чем мы говорили? Хорошо, и так было еще одно ежедневное скопление людей. Вытеснение «О, хорошо, хорошо, позвольте мне закончить». Итак, визуализация, прогулка, физические упражнения. А затем медитация. Это обычная ключевая привычка, о которой люди говорят, особенно руководители или кто-то еще, они получают свои 10 минут свободного времени. Медитация примерно через 20 минут, и они чувствуют, что остальная часть дня как бы укладывается в рамки. И еще одна странность, о которой я слышал от некоторых моих читателей, это составление бюджета или в частности погашение долгов. Когда люди погашают свои долги, это начинает распространяться и на другие сферы. Они начинают заниматься спортом и все такое. Они такие. Я даже не участвовал в этом, но похоже в это верят. Ну, это такая тяжелая вещь, просто нести ее как скучное низкосортное время, которое просто давит на тебя, даже если ты на самом деле сознательно не осознаешь этого. А когда ты носишь с собой что-то подобное или испытываешь неоправданное финансовое давление, трудно проявлять творческий подход. Трудно быть самим собой, потому что именно это все время давит на тебя. Так что это некоторые из краеугольных привычек. Единственное, что я хотел еще сказать о вытеснении вредных привычек и сосредоточении внимания на хороших, это то, что выяснение способов чувствовать себя успешным в данный момент. Это мгновенное удовлетворение, это действительно сильное место, на котором нужно сосредоточиться для формирования хороших привычек. Есть несколько примеров, продукты действительно хороши, пример в том, что бизнес хорош в этом. Так похоже на жевательную резинку. Жевательная резинка существует уже много лет, но большую часть времени она была похожа на эту безвкусную смолу. Она была жевательной, но невкусной. А потом в конце 1800-х годов появился Ригли, и они добавили сочные фрукты, мяту и двойную мяту, и в первый раз. Люди жуют ее, если она не имеет вкуса? Я не знаю. Там было скучно. Я не знаю. Но они во всяком случае, так они считают, наконец-то она сразу стала вкусной. И внезапно жевательная резинка становится всемирной привычкой, и Ригли становится самой популярной компанией по производству жевательной резинки в мире. И в современном обществе все еще есть масса примеров подобных вещей. Недавно, пару лет назад, BMW добавила эту систему в один из своих автомобилей, где она подавала фальшивый шум рычания двигателя через динамики. Так что всякий раз, когда ты нажимаешь на газ, было бы приятнее заводить двигатель. Я слышал об этом. Мы такие тупые животные. Невероятно. Ford делает нечто подобное. У них есть такая маленькая система клапанов, где обычно она заблокирована, и машина звукоизолирована, но если вы действительно нажмете на газ, клапан откроется, и он впустит шум двигателя, и вы почувствуете этот гортанный регистр. Инопланетяне должны просто прийти и захватить нас прямо сейчас. Это конец. Удивительно. Но суть здесь и то, как применить это к хорошим привычкам, заключается в том, что если у вас есть какая-то немедленная обратная связь, немедленная положительная обратная связь, и вы чувствуете себя хорошо в данный момент, то у вас есть причина повторить это. И мы уже говорили о том, что индивидуальность является одним из аспектов этого, например, как только ты идешь в спортзал, ты можешь почувствовать что-то из тех людей, которые не пропускают тренировки или что-то в этом роде. И это маленькое только удовлетворение. Отслеживание привычек, я не думаю, что вам всегда нужно отслеживать или измерять свои привычки, но для определенных областей, для тех, которые важны для вас. Это тоже может быть эффективным способом сделать это. Похоже, самая простая форма, это просто ставить крестик в календаре каждый раз, когда ты занимаешься тренировкой или чем-то еще. Если ты делаешь это каждый понедельник, среду и пятницу, как только заканчиваешь тренировку, приятно это записывать. Я записываю все сеты и повторения, которые я делаю. Как приятно закрыть книгу и закончить еще одну тренировку. И, конечно же, сейчас есть миллион приложений, которые делают подобные вещи, от страва до кольца оры и всего, что между ними. Суть в том, что главное просто найти небольшие способы чувствовать удовлетворение в данный момент, это дает вам повод повторить хорошую привычку в будущем. Мне нравится эта идея дозирования. Ты используешь этот пример того, как один из способов противостоять вредной привычке и преодолеть ее, это сочетать ее с хорошей привычкой. Вот пример женщины, которая, знаете ли, хотела посмотреть голодные игры, но потом она сказала, ей разрешено смотреть их только в том случае, если она делает это в спортзале. Так же, как и создание механизма вознаграждения за цитату без кавычек. Менее чем звездное поведение должно быть встроено в то, что является частью здоровой привычки, которую ты пытаешься привнести в свою жизнь. Или неотъемлемой частью того, что ты делаешь. Да, так что это называется комплектация искушения. И исследователь Кэти Милкман, которая учится в школе Уордена при Пенсильванском университете. Именно она на самом деле проводила исследования, она руководила им, но у нее также был личный пример. Если бы ей понравились голодные игры, но она знала, что ей нужно больше тренироваться, поэтому ей разрешили читать книгу только в спортзале. Но это более широкое применение так называемого принципа предварительного максимума, который является психологическим принципом, согласно которому поведение, которое с большей вероятностью будет выполнено. Усилит поведение, которое с меньшей вероятностью будет выполнено, если вы сможете как бы объединить их вместе. И мой любимый пример этого, есть один студент, инженер в Ирландии. И он подключил свой велотренажер дома к компьютеру так, чтобы Нетфликс включался только тогда, когда он торговал в разнос. Верно. И если бы он перестал торговать в разнос, то Нетфликс сделал бы паузу. Все возвращается к тому же самому. Мы создали все это, теперь у нас так много вещей, которые мы должны сделать, чтобы преодолеть домашних животных. Ссылки, по которым мы будем идти. Но в том случае Нетфликс был более привлекательным или более удовлетворяющим поведением. И поэтому он использовал это, чтобы побудить себя сесть на велосипед и кататься на нем. И это такой хрупкий баланс. Как будто если бы то, что ему нужно было сделать, чтобы посмотреть Нетфликс, было слишком сложным, то он просто не стал бы смотреть Нетфликс. Верно. Так что он должен быть в том сладком месте, где неудобно, но хорошо, я сделаю это. Это своего рода более важная тема нашего разговора на данный момент. И, вероятно, важно помнить о том, что вы должны быть готовы экспериментировать. Ты знаешь, что каждый ведет свою гонку и свою жизнь отдельно, и поэтому ты должен, ты можешь использовать науку для обоснования своей стратегии, и это хороший способ. Это хороший способ получить обоснованные догадки и как бы подтолкнуть тебя в правильном направлении. Но ты должен быть готов провести эти эксперименты, чтобы увидеть, например, что такое привычка, которая находится прямо на лезвии битвы, которая достаточно мотивирует, чтобы я пошел дальше и сделал это, но не так сильно, чтобы я подумал, о, я просто облажаюсь. Мальчик, это все. И только ты можешь знать это сам. И я думаю, что иногда это расстраивает людей, потому что они просто хотят, чтобы им вручили книгу и сказали, эй, вот ответ. И как мог, я пытался написать эту книгу о привычках, но правда в том, что вам нужно быть готовым экспериментировать и совершать такого рода личные путешествия, чтобы выяснить, что действительно работает для вас. Да, в этом нет никаких сомнений. Хорошо, давай поговорим о целях. У тебя есть несколько интересных мыслей по поводу целей. Традиционная общепринятая мудрость гласит, эй, если ты хочешь забить, ты должен поставить перед собой цель. Если ты хочешь знать, куда идешь, поставь цель. Ни одна цель не бывает слишком большой. Не продавай себя заниженным. В чем проблема с целями? Окей, так, во-первых, прежде чем я сойду за человека, который полностью ненавидит цели, я думаю, что цели полезны. Я думаю, что они полезны для определения направления. Но как только ты знаешь, в каком направлении двигаешься, тогда я думаю, лучше всего отложить цель на полку и сосредоточиться на системе или сосредоточиться на процессе и привычках. И это была просто идея, которая была мне как бы выброшена, или я видел такую дихотомию между системами и целями у Скотта Адамса, который написал комикс Дилберта. И я думаю, что он немного более непреклонен в этом, чем я. Я думаю, он говорит, что голы для проигравших и все такое, что по-моему не совсем верно. Но с голами есть пара интересных проблем. Так что одна из проблем заключается в том, что победители и проигравшие в любой конкретной области часто преследуют одни и те же цели. Поэтому каждый олимпиец хочет завоевать золотую медаль. Каждый кандидат, который устраивается на работу, хочет ее получить. Так что если у всех у них одна и та же цель, то по определению цель не может быть тем, что делает разницу между людьми, которые ее получают, и теми, кто этого не делает. Но ты не выиграешь золотую медаль, если у тебя нет цели завоевать золотую медаль. Так что я думаю, мы могли бы сказать, что цели необходимы, но недостаточны. И именно поэтому я думаю, что они полезны. Они полезны для того, чтобы задать направление. Как и каждый ник Сабан Валабаме, они с первого дня знают, что цель состоит в том, чтобы выиграть титул чемпиона страны. И это одна из прекрасных вещей в спорте-то, что он такой черно-белый, такой четкий, что окей, мы все знаем, какова цель, и теперь мы можем просто сказать, давай не будем говорить о титуле чемпиона страны на тренировках каждый день. Давай просто сосредоточимся на процессе и системе. Но на самом деле не существует национального чемпионата технологических стартапов или многих других вещей в жизни. И поэтому, это немного запутанно, потому что людям часто нужны эти вехи, чтобы знать, что они все еще движутся в правильном направлении. Так что я думаю, что это хорошо. Но я думаю, что вообще говоря, мы стали обществом, очень одержимым целями и результатами, и отчасти это потому, что это то, что новости показывают нам каждый день. Знаешь, как будто ты никогда не увидишь репортаж о том, что сегодня на обед женщина ест салат и курицу. Это всего лишь репортаж о новостях после того, как она похудеет на стол. Это была бы история в Луфе. Да, они, наверное, уже показывали это раньше. Но только после того, как результат произошел, это становится историей. И социальные сети просто увеличили это еще больше, потому что все, что мы делаем, это просто видим результаты людей, результаты и основные моменты в течение всего дня. И я думаю, что поскольку мы завалены результатами и целями, мы думаем, что иметь большую цель, иметь результат, иметь результат, это то, на чем мы должны сосредоточиться. И поэтому мы тратим 90% нашего времени на размышления о держимости планирования этих целей, и только 10% нашего времени на самом деле беспокоимся о процессе. И его, вероятно, следует обратить вспять. Я думаю, что цели хороши тем, что они создают ясность цели, не так ли? Так что да, спорт — это очень черно-белый шаблон, где цели имеют смысл. Культура стартапов — какова цель? Это еще более неясно, но я думаю, что у каждого успешного стартапа или начинающего предпринимателя есть какой-то истинный север. И это может не иметь финансовых корней. Это может быть связано с изменением мира или чем бы то ни было. Но должен быть ориентир направления, чтобы команда или отдельный человек могли ориентироваться по определенной траектории. Так что я думаю, в этом есть смысл, потому что это напоминание о том, куда ты идешь и почему. Но я согласен с тобой в том, что как только ты ставишь перед собой цель, речь идет о системе. Похоже, тебе следует как бы забыть об этом и сосредоточиться все свое внимание на том, что ты будешь делать дальше. Правильно, вместо того, чтобы говорить об этом, что может не произойти в течение 10 или 20 лет. Я пошутил над олимпийской золотой целью, но человек, который завоевывает золотую медаль, вероятно поставил перед собой эту цель, когда ему было 8 лет, не так ли? Так что это был настоящий север, который как бы мягко вел их в определенном направлении в течение очень долгого времени. Да, я имею в виду, просто добавлю к этому пару вещей, так что давайте предположим, что вы технологический стартап. И у вас есть четкие цели относительно того, какой вы хотите видеть культуру или направление компании, на котором люди должны фокусироваться каждый день. Интересно то, что цели могут быть полезны для этой ясности, но на самом деле они мало что определяют в долгосрочной перспективе. Ваша истинная культура как компании – это не цели, которые вы изложили на бумаге, или заявление о миссии, которое вы повесили на стену. Ваша истинная культура – это общие привычки команды. Если это не является привычкой в организации, то на самом деле это не часть вашей культуры. Это просто то, что вы однажды сделали, например, в качестве упражнения на развитие мышления. И я думаю, что это ставит цели на свои места, а именно да, всем нам очень полезно знать, в каком направлении мы пытаемся грести, но если мы на самом деле не гребем. Если мы на самом деле не следуем привычкам, то это на самом деле не часть всего этого. И это одно. Второе – это то, что достижение цели меняет твою жизнь только на данный момент. Это временное явление, не так ли? В то время как идентичность имеет в себе постоянство. Вот пример, который я использую для уборки твоей комнаты. Как будто ты действительно мотивирован, а у тебя грязная комната. И поэтому твоей целью становится чистая комната. Итак, ты наводишь порядок, но на данный момент у тебя чистая комната, но если ты не изменишься, как неряшливые грязные привычки стайных крыс, которые привели к беспорядку в комнате, в первую очередь, ты оборачиваешься через две недели или месяц, и у тебя снова грязная комната. И поэтому мы думаем, что единственное, что нужно изменить, это результат, но на самом деле то, что нам действительно нужно изменить, это процесс, лежащий в основе результатов. Нам нравится лечить симптом, не леча причин. Верно, в твоем примере ты на самом деле лечишь симптом, а не первопричина. Это все равно, что принимать лекарства от кровяного давления, не меняя своих привычек образа жизни. Верно, верно. Но я думаю, что это действительно распространенное явление, когда люди ставят перед собой цели, потому что думают только о результате. Они думают о чистой комнате, они думают о банковском счете в миллион долларов, они думают о подтянутом прессе с шестью кубиками. Но о чем они не думают, так это о том, какой образ жизни тебе нужно вести, чтобы получить это. И если ты на самом деле не хочешь, чтобы весь образ жизни был связан с этим результатом, то нет особого смысла делать это своей целью. Но становится очень легко увлечься этим, потому что все, что мы когда-либо видим, это результат, а не процесс. Да. У тебя также есть интересная идея о том, какую опасность представляют хорошие привычки, и как это может создать зону комфорта для людей. Так что я думаю, что, как мы уже упоминали об этом в самом начале, я думаю, что привычки — это основа мастерства. Так что Леброну или кому-то еще нравятся все эти примеры максимальной автоматизации процесса. Но у формирования хороших привычек есть и обратная сторона, и она заключается в том, что сначала ты осознаешь что-то, что хочешь изменить. Затем тебе нравится сознательно практиковать это некоторое время, ты прикладываешь усилия, и по мере того, как ты это делаешь, ты развиваешь беглость, навыки и способности. И то, что раньше было трудно, становится полегче, и ты привыкаешь к этому. Но как только это входит в привычку, недостатком становится то, что ты перестаешь обращать на это столько внимания. Когда ты можешь сделать что-то очень хорошее на автопилоте, ты перестаешь думать о том, как сделать это лучше. И на самом деле есть интересное исследование, проведенное на хирургах, которое показывает, что в начале своей карьеры они проходят ординатуру, повышают беглость и мастерство. Начинают практиковать хирургию, возможно, в течение нескольких лет, а затем их навыки достигают пика. А затем, когда они делают это какое-то время, и у них это довольно хорошо получается, это не значит, что они падают с обрыва, но наблюдается небольшое снижение производительности. Потому что они могут выполнять так много шагов на автопилоте, что они перестают думать о том, допустил ли я небольшую ошибку, мальчик, ты там. Я совершил ошибку, я пропустил один шаг. Да, в этом есть жесткость. Ты становишься менее обучаемым. Да, и ты становишься менее осведомленным о том, где ты можешь ускользнуть. И поэтому один из моих любимых примеров этого, я имею в виду, что одна из ценностей тренера заключается в том, что тренеры информируют тебя о твоих ошибках, когда тебя уже нет. Атул Гванди, который сам по себе фантастический писатель и как хирург. Он дал нам все. О, это безумие. Я знаю. Его график прямо гениален, этот парень. Да, нет, он фантастический. Я также думаю, что осложнение его лучшая книга, и она получает далеко не так много прессы, как я думаю, должна была бы. Но в любом случае, он нанял другого хирурга, который недавно вышел на пенсию, чтобы просмотреть запись своей операции и рассказать ему, где он ошибся, и что он мог бы улучшить. И мне это нравится, потому что у хирургов никогда не бывает тренеров, верно? В этой отрасли это не принято. Но тебе не обязательно быть спортсменом, чтобы иметь тренера. Например, найти наставника или кого-то, кто недавно вышел на пенсию. Или кого-то, кто на 10 лет опережает тебя. И пусть они критикуют то, что ты делаешь. И это действительно поучительный и мощный способ как бы преодолеть, или по крайней мере, осознать некоторые из своих привычек. Оборотную сторону некоторых из ваших привычек, которые, возможно, вы упускаете из виду. Да, или, возможно, выработайте привычки, связанные с тем, чтобы всегда ходить на цыпочках за пределами своей зоны комфорта. Или привычки, которые побуждают вас всегда иметь рядом с собой людей, которые дадут вам такую критическую обратную связь. И подтолкнуть себя, и немного подтолкнуть с этого удобного. Так что, может быть, это то, о чем я здесь говорю. По мере того, как формируются привычки, они становятся удобным местом. И обычно рост происходит по периметру этого, а не посередине. И поэтому тебе нужна какая-то причина или какой-то способ оставаться на пределе своих способностей и продолжать растягиваться, а не оставаться в комфорте. Где большинство людей ошибаются во всем этом? Я думаю, что, наверное, самое главное, это сделать привычку слишком большой. Поэтому мы немного поговорили о правиле двух минут и об идее сократить привычку до первой двухминутной оптимизации для стартовой линии, а не для финишной. Это очень важно. Вторым был бы менталитет «все или ничего». Мы говорили о том, чтобы никогда не промахиваться дважды. Позволь мне убедиться, что я вернусь в нужное русло как можно быстрее. Вместо того, чтобы вести себя так, как будто я не могу бегать три дня в неделю, тогда зачем вообще беспокоиться? Сделать это один раз — это прекрасно. Так что это еще одна огромная проблема. И затем, в долгосрочной перспективе, две вещи, которые я считаю наиболее важными — это идентичность, принятие такого типа идентичности. И голосование за человека, которым ты хочешь стать, даже если это действительно незначительно, так что ты начинаешь видеть себя и создавать доказательства того, что ты такой человек. А затем вторая — это социальная среда. Ты же знаешь, что в долгосрочной перспективе действительно трудно придерживаться какой-то привычки, если она идет вразрез с мнением окружающих тебя людей. В то время как, если тебя хвалят и уважают за это, люди придерживаются чего-то, даже если у них нет фактической основы для этого, даже если у них нет веской причины, потому что социальная составляющая и принадлежность очень сильны. Да, идентификация — это здорово. Я думаю, действительно, огромная проблема заключается в том, что люди недостаточно хорошо знакомы с самими собой и своими импульсами, с тем, кто они есть и где они хотят быть. Как будто они не связаны со своим внутренним ландшафтом в той степени, в какой их выбор идентичности или цели обязательно надежен. Потому что большинство людей не вовлечены в этот внутренний процесс, пытаясь по-настоящему понять, что движет ими и кем они хотят быть. И я вижу, что многие люди гонятся за неправильным. И они могут быть очень хороши в достижении этой цели или той привычки, которая ведет их к ней, только для того, чтобы позже обнаружить. Что все это стремление на самом деле было не тем, что они должны были делать в первую очередь. Это становится цитатой, или он говорит, «Я надеюсь, что каждый получит все, что он когда-либо хотел, и поймет, что это было не то, в чем он на самом деле нуждался в первую очередь». Да, или я не могу вспомнить, кто это сказал. Ты потратил всю свою жизнь, взбираясь по этой лестнице, и ты понимаешь, что она прислонена не к той стене, верно? Что становится гораздо более широкой дискуссией о психологии, я полагаю, в целом. Хорошо, мы должны начать закрывать это дело. Но почему бы нам этого не сделать? Если бы ты мог оставить нам пару вещей, которые люди могут убрать, чтобы, возможно, вы знаете немного изменить то, как они смотрят и думают о привычках, которые они пытаются изменить в своей жизни, и о некоторых простых шагах, которые помогут им начать принимать лучшие решения. Конечно. Поэтому я дам тебе один сдвиг в мышлении и одно практическое применение. Итак, сдвиг в мышлении, и такого рода сдвиг лежит в основе всего нашего сегодняшнего разговора. Заключается в том, чтобы просто попытаться найти способ становиться на 1% лучше каждый день. Это не обязательно должно быть что-то радикальное, это не обязательно должно быть что-то грандиозное. Но привычки легко упускать из виду, как хорошие, так и плохие, в любой конкретный день, потому что они кажутся не очень значимыми. Разница между изучением испанского языка в течение часа сегодня вечером и не изучением вообще кажется сущей ерундой, потому что это похоже на то, что я все еще не выучил язык. И разница между употреблением салата и гамбургера с картошкой фри кажется ничтожной, потому что твое тело выглядит одинаково в зеркале, и весы в конце ночи те же самые. Только после того, как твои привычки усугубятся за 2, 5 или 10 лет, полное влияние этих однопроцентных выборов на 1% лучше или на 1% хуже становится полностью очевидным. И если ты сможешь понять эту концепцию и усвоить ее, то сможешь начать видеть важность своих ежедневных действий и ежедневных привычек, и почему они так важны. Так что первое, что нужно сделать, это просто попытаться найти способ стать на 1% лучше. И второе, просто практическое применение, я бы посоветовал тебе попробовать применить правила двух минут. Подумай о том, какую бы привычку ты не пытался выработать, и уменьши ее до первой двух минутки поведения. Что ты можешь сделать такого, что может ее инициировать? Не думай об этом как об общей привычке, думай об этом как о привычке к воротам или въезду на шоссе. Как ты можешь автоматизировать начало поведения? И это, возможно, важное различие в привычках. Часто мы говорим о привычках, поскольку используем словосочетание «привычка» для обозначения вещей, которые на самом деле привычками не являются. Как будто мы скажем что-то вроде «я хочу выработать привычку писать каждый день». Технически мы определяем это в самом начале этого эпизода, привычка — это поведение, которое может выполняться более или менее автоматически и на автопилоте. Писательство — это самое трудоемкое и концентрированное занятие, которое ты можешь делать, не так ли? Как будто ты собираешься тщательно все обдумать. Ты же не будешь работать на автопилоте. Так что привычная часть этого будет заключаться в том, что я сижу в кресле за письменным столом с блокнотом перед собой или ноутбуком. Привычка — это первые две минуты, верно? Как ты можешь автоматизировать ритуал начала работы, а затем позволить следствиям и напряженной работе по концентрации следовать естественным путем? Точно так же, как в примере, который я привел у своем читателя. У меня была привычка приходить в спортзал или на пробежку. Многие люди, очень многие люди слышали подобные вещи раньше, например, «Эй, делай маленькие шаги». Но даже когда ты знаешь, что должен начинать с малого, все равно очень легко начать слишком сильно. Люди говорят, «Хорошо, я хочу выработать привычку бегать». Так что, наверное, я знаю, что мне следует начинать с малого, поэтому бегайте всего 15 минут. Но даже это намного больше, чем то, о чем я говорю. Уменьши масштаб всего за первые две минуты, автоматизируй ритуал начала работы. Надевай кроссовки, выходи за дверь и запирай дверь. И если ты сможешь автоматизировать это и сделать это привычкой, и ты будешь делать это изо дня в день, и ты из тех людей, которые всегда надевают кроссовки и выходят за дверь, то будет много дней, когда ты пойдешь на это. Да, это отличный совет. Это отличный совет. Хорошо, Джеймс Клир. Я думаю, мы сделали это. Это здорово, чувак. Спасибо, Ричард. Я действительно ценю это. Хорошо себя чувствую? Да, я чувствую себя великолепно. Ты еще что-нибудь хочешь сказать? Мы все это сказали? Мы могли бы продолжать. Мы могли бы. В книге есть многое, чего мы не успели охватить, что может показаться невероятным, учитывая, как много мы здесь осветили, но книга очень обстоятельная. О, спасибо тебе. Да, я рад, что тебе понравилось. Есть несколько разделов, которые я нахожу действительно интересными. Например, у меня есть раздел о генах, привычках и выборе. О, да, мы записали, чтобы поговорить о генетических факторах. Мы можем поговорить об этом. Давай сделаем это. Хорошо. В интернете есть что-то вроде популярной шутки, которую я всегда говорю, типа, хорошо, мы заканчиваем. А потом я продолжаю, два часа спустя. Хорошо, и так, вот моя мысль о генах. Во многих случаях гены, которые есть, мы часто не любим говорить о генах в биологии, потому что это кажется фиксированной характеристикой, не так ли? Говоря что-то вроде, о, похоже, твоя генетика, никому не нравится думать. О, то, что выходит из-под моего контроля, зачем беспокоиться. Но правда в том, что полезность или применимость твоих генов сильно зависит от контекста. Так что рост 7 футов, это невероятное преимущество, если ты пытаешься играть в баскетбол, и это невероятный недостаток, если ты пытаешься быть гимнастом. И точно так же, как это очень очевидно в отношении физических черт. Это становится все более правдивым по мере того, как мы лучше понимаем связь между генами и психологическими чертами, или тем, что мы бы назвали вашей личностью. И поэтому определенные личности, определенные привычки или определенное окружение могут быть предрасположены к тому, чтобы быть действительно успешными, приятными или нет. Я думаю, что в этой области есть что улучшить. Я думаю, нам еще многому предстоит научиться, но так, что во многих отношениях мы, возможно, просто находимся в зачаточном состоянии понимания этого. Но один из лучших показателей или наиболее надежных показателей личности, это большая пятерка в таком виде, как сопоставление личностных черт с пятью различными спектрами. Наиболее распространенные из известных людям, это интровертированность и экстравертированность, но есть и другие, приятность, добросовестность и так далее. И каждая из этих пяти черт была связана с какой-то генетической основой, с каким-то типом ДНК. И вот одно из моих любимых исследований по этому вопросу. Исследователи взяли младенцев, которые были в детской, и они воспроизвели резкий шум с одной стороны детской. И некоторые из младенцев повернулись в сторону шума, а некоторые отвернулись. И поскольку они отслеживали этих детей по мере их взросления на протяжении всей жизни, они обнаружили, что те, кто поворачивался в сторону шума, с большей вероятностью вырастут экстравертами, а те, кто отворачивался, с большей вероятностью вырастут интровертами. Да, экстраверты находятся в ужасной яме. Интроверты сидят дома и смотрят Нетфликс. Так что, опять же, я думаю, нам еще многому предстоит научиться, но здесь определенно что-то происходит. Люди, у которых, например, более высокий уровень сговорчивости, как правило, также имеют более высокий естественный уровень окситоцина. И поэтому ты можешь себе представить, как у кого-то с высоким уровнем приятности может быть больше шансов, или им может быть легче выработать привычку писать благодарственные записки, или организовывать общественные мероприятия, где люди могут быть теплыми, общаться, добрыми и обдумывать это, и так далее. У них такой тип личности, и поэтому они могут быть предрасположены к такого рода привычкам. Тут становится интересно, если ты сможешь понять себя на более глубоком, я думаю, я даже назову это генетическим уровнем, тогда, возможно, ты сможешь начать вырабатывать привычки, которые подходят тебе лучше, или создавать среду, которая подходит тебе лучше. Итак, один из примеров, которые я привел в книге, и опять же я просто вроде как, я все еще играю с некоторыми из этих идей, предназначен для людей с низким уровнем добросовестности, что является одной из этих пяти черт. Это означает, что они с меньшей вероятностью будут мальчик. Я не думаю, что это будет организовано. Так что если кто-то такой, если он предрасположен быть таким человеком, ему действительно может помочь быть в окружении. Создать среду, в которой все уже упорядочено, подготовлено или настроено, потому что у них будет меньше шансов быть таким типом людей. Мальчик, который просто помнил бы, что нужно это сделать, или составлял бы список дел, чтобы это сделать, и так далее. И поэтому, может быть, если бы ты знал, «А у меня низкий уровень добросовестности», тебе следовало бы направить больше своей энергии и внимания на дизайн окружающей среды. Да, да, это суперинтересно. Я имею в виду, что в книге ты говоришь о Майкле Фелпсе, у которого телосложение, идеально подходящее для того, чтобы он плавал очень быстро. И тут у тебя есть это. Хикамил, раздолбай. Бегун на длинные дистанции, у которого одинаковый внутренний шов, но ты знаешь пропорциональности, их тел совершенно разные. И он хорошо подходит для бега на длинные дистанции. Они не могли поменяться местами. И дело в том, что издалека случайный наблюдатель скажет, «Конечно, он хорошо плавает. Посмотри на его тело. Я не могу этого сделать». Но главное, что ты пытаешься донести, это то, что если мы сможем развить самосознание вокруг того, что нам лучше всего подходит в наших предрасположенностях, и тяготеть к этим условиям и этим возможностям, тогда мы ставим себя в положение, когда выражение нашего генетического состава может продвинуть нас вперед и подпитывать нас. И поставь нас в то положение, которое лучше для нас верно. Я не знаю, станет ли это в конечном итоге возможно. Вполне возможно, что может быть несколько ключевых черт, например, если измерение интеллекта горячая тема, и это трудно сделать, потому что существует много различных типов интеллекта. Но если, например, выигрыш в генетическую лотерею в области интеллекта окажется чем-то вроде чит-кода, и это поможет вам добиться успеха в любой сфере жизни, то, возможно, то, что я собираюсь сказать, не так доступно. Но то, что я думаю, могло бы быть возможным, и это действительно вдохновляющая идея для меня, это если бы мы могли соответствующим образом сопоставить вашу индивидуальность и гены. Тогда, возможно, мы могли бы лучше приспособить людей к среде, где они могли бы быть превосходными. И это было бы замечательно, если бы каждый мог почувствовать и испытать, каково это быть в чем-то превосходным, каково это быть на мировом уровне или добиться успеха. И во многих отношениях это просто проблема соответствия. Например, что если Майкл Фелпс вырос в семье, где все были бегунами и никогда не плавал, и он никогда не сталкивался с этим. Ну, наверное, прямо сейчас здесь ходит парень, ты знаешь котового телосложения, которое даже лучше подходит для бутерфляй на 200 метров, и он никогда не был в бассейне. Верно. Мы как будто не знаем, потому что мы шарики для пинг-понга, прыгающие вокруг, и мы как бы, знаете ли, в конце концов находим свой собственный уровень воды. Некоторые из нас так и делают. Но это заставляет задуматься, сколько людей не находят ту идеальную отдушину, где находится мир. Ты говоришь об удаче. Ты написал об удаче. И ты приводишь Билла Гейтса в качестве примера. Здесь замешано много удачи. Он родился в Америке, и время было выбрано правильно. Все было идеально для того, чтобы он стал тем человеком, которым он в конечном счете становится. Но у скольких людей есть такой потенциал, когда мир не сходится таким образом, чтобы позволить им выразить тот врожденный дар, который у них есть. И я надеюсь, что во всем мире достаточно ниш, в которых люди могут вписаться и найти свое дело, где они могут быть превосходны, где они идеально подходят для этого. И это просто проблема подбора, которой у нас нет. Прямо сейчас это действительно похоже на шарики для пинг-понга, это просто удача. Это удача, что Майкл Фелпс вырос в подходящей среде, в подходящей семье, в подходящей ситуации для этого. И это не сбрасывается счетов в ту тяжелую работу, которую он проделал. Он работал изо всех сил, но он был в деле, так получилось, что ему тоже с самого начала подобрали то, что нужно. В том числе и идеальное количество психологических травм, чтобы подпитать в нем соревновательную натуру. Как будто это все не так ли? И я думаю, что мы движемся к будущему, в котором искусственный интеллект и генетическое тестирование смогут ответить людям на некоторые из этих вопросов. И это чревато всевозможными другими опасностями. Но в этом тоже есть кое-что интересное. В то же время ты как бы оставляешь людей с этим вопросом, а именно, за что ты хорошо подходишь для того, чтобы страдать. Не так ли? Что-то вроде этого перефразирования, которое является своего рода побуждением к самоисследованию. Многие люди пытаются понять. Да. Итак, в этой главе после набора вопросов, которые ты можешь задать, чтобы попытаться выяснить для себя, для чего ты больше всего подходишь, какое окружение тебе подошло бы. И один из ключевых вопросов, я думаю, заключается в том, где есть область, где ты можешь справиться с болью работы лучше, чем окружающие тебя люди. Область, где ты более подготовлен к страданиям. Это работа, для которой тебя заставили работать, и это интересный способ подумать об этом, не так ли? Как и большинство людей думает о том, о, где это просто легко, где я добьюсь успеха. Но каждая область требует упорной работы и усилий, чтобы достичь определенного уровня успеха. Так что вопрос не в том, где это легко, вопрос в том, где я могу справиться с болью. Да, это другая призма, через которую можно смотреть на это, но я думаю, я думаю, что это правильно. Для некоторых людей, по какой-то причине, людей, которые вырастают и становятся великими писателями, писательство — это страдания, но по какой-то причине они могут справиться с этим. Морские котики, быть одним из них нелегко, но ребята, которые могут это сделать, каким-то образом справляются с этими страданиями. Да, они хорошо подходят, подготовлены и готовы пройти через это по какой-то причине. И я думаю, что использовал эту фразу, что-то похожее на ту, что в конце этой главы, которая находится на пике любой области. Вы найдете людей, которые хорошо подходят и хорошо подготовлены. Дело не только в том или ином. У них подходящая окружающая среда, и у них есть тяжелая работа, усилия и настойчивость. Верно. Привычки — это сложный интерес к самосовершенствованию. Мне это нравится. Это одна из моих любимых строк в книге. Я думаю, в ней заключена основная идея, не так ли? Это похоже на то, что если ты готов выстроить эти небольшие модели поведения и наложить однопроцентные улучшения друг на друга, они будут усугубляться и умножаться. Точно так же, как деньги умножаются за счет сложных интересов, последствия твоих привычек умножаются по мере того, как ты повторяешь их с течением времени. И это может быть правдой для тебя или против тебя. И вот почему так важно понять, как работают привычки, чтобы ты мог, ты знаешь, убедиться, что они умножаются в твою пользу, а не во вред. Ты слышал это здесь, люди, прямо из первоисточника. Мне это нравится, чувак. Большое тебе спасибо. Я действительно ценю твою мудрость. Книга фантастическая. Я думаю, она поможет многим людям. Так что я очень рад за тебя. Ты отправляешься в большое книжное турне? Ты собираешься быть там, где люди могут прийти и послушать, как ты говоришь, и все такое прочее? Да, спасибо тебе. Я так благодарен и рад слышать, что тебе понравилось. Так что спасибо тебе за это. И мы, вероятно, в какой-то момент отправимся в книжный тур. Я определенно буду в Нью-Йорке на презентации 16 октября. Но тем временем люди могут найти книгу и узнать о ней больше на сайте tomichabits.com. Верно, а jamescleer.com jamescleer почти везде в интернете. Да, да, очень много. Просто jamescleer.com — это то место, куда можно пойти, чтобы ознакомиться с некоторыми моими статьями. Я упорядочил их по категориям. Так что если ты хочешь просто побродить вокруг и посмотреть, что тебя интересует, там есть ссылки на социальные сети и все такое прочее. И у тебя есть эта рассылка новостей, на которую подписано около 8 миллионов человек, которые читают твои материалы, верно? Да, это рассылка jamescleer.com. Но да, ты можешь просто использовать jamescleer.com и atomycabits.com, там будет все для тебя. Круто. Приятно было с тобой поговорить, чувак. Здорово, спасибо, Рич. Мир тебе. Растения. Растения.